ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУ ДЕВАЙА Шмат Бхагаладгита, глава 18, текст 58 Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешься препятствия обусловленной жизнью. Если же ты будешь действовать побуждаемым и ложным эго, не слушая моих указаний и не помятуя обо мне, ты заблудишься. Комментарий Шлыбархупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех волнений. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Господь сам заботится о благополучии своего друга и отдает себя ему. Видя, как преданно без устали служит ему, стараясь доставить ему удовольствие. Этому не должны идти на поводу уложенного эго, вырастающего из материальных представлений жизни. Никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действия. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, как он сразу же обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Необходимо обратить внимание на слова Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, в океане рождения и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель подтверждает указания Кришны. Продолжение следует... 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 В этом стихе Кришна дает очень важный совет, каким образом можно преодолеть все препятствия обусловленной жизнью. Потому что наша материальная жизнь, если разобраться, то это одни препятствия с утра до вечера. Материальная среда не является для нас родной, естественной, поэтому она создаёт препятствия, которые мы преодолеваем каждый день. Мы преодолеваем гравитацию, нужно напрячься, чтобы встать с постели, чтобы оторвать ногу от земли, чтобы идти вперёд. И, в конце концов, когда мы это долго делаем, мы устаём. То есть, в конце концов, земля нас побеждает, и мы ложимся. Земля притянула нас к себе, пропел Высоцкий, устал бороться с притяжением земли. Это одна из проблем. Далее, каждый день возникают какие-то определённые сложности, которые мы не можем преодолеть сами, и поэтому нам помогают в этом разные службы, разные механизмы и так далее. Прокормить себя попробуйте сейчас. Давайте все закроем магазины и вообще всё. И что люди будут делать вообще? В действительности, современная цивилизация создаёт массу удобств. Для чего? Для того, чтобы преодолевать трудности. Уберите все современные удобства и скажите человеку, давай, иди, кормись, как в чистом поле. И мы растеряемся, откуда пищу забрать. Мы привыкли, что она из магазина берётся, понимаете? А магазины, допустим, закрыты и там пусто, ничего не осталось, не привезли. Откуда пища берётся? Мы поймём, что она из земли берётся, питаемая дождями. Дожди мы сами тоже не можем сделать. Мы можем нам палить из лейки откуда-то. Если дожди не выпадали 3 года, где воду возьмут? То есть, в действительности, материальная жизнь получает множество препятствий. И нас учат их преодолевать. То есть, мы живём в материальной природе. Есть два типа природы. Парапрокритий и апарапрокритий. Парапрокритий – это высшая духовная природа. Называют в Идави прокритий ещё. Жизнь с Богом, жизнь в духовном мире. А материальная жизнь – это жизнь в этой апарапрокритии, то есть, в низшей природе, в материальном мире. И люди говорят, это борьба за существование, мы здесь живем. То есть нас учат здесь преодолевать препятствия жизни, находясь в рамках материальной природы. Кришна говорит, это делается иначе. Нужно просто найти убежище у другой, высшей природы. И все, там нет проблем. Духовный мир называют Вайкунха, как переводится, нет проблем. Там нечего преодолевать. То есть там люди другим заняты. Если сейчас нас освободят всех проблем, чем мы займемся, мы даже растеряемся. Понимаете, вообще нет никаких проблем. С визой нет проблем, с деньгами нет проблем, со здоровьем нет проблем, с семьей нет проблем. А что делать вообще, непонятно. Люди растеряются, потому что вся их материальная жизнь сейчас, это просто сплошное решение проблем. И думание о том, как все остальные проблемы на будущее тоже от себя отогнать. Я тут сейчас каждое утро хожу на море. Для меня это очень важная стихия, море, всю жизнь жить на море, у меня без моря жизни нет. И вот тут как раз хорошо, меня удачно поселили, я рядом с морем. Но когда идешь на море, здесь есть препятствия в виде железнодорожных путей. И там постоянно туда-сюда электрички бегают. И тут же предложено решение вопроса. Это как? Виадук. Через верх. То есть это показывает, что проблемы решаются через верх. То есть когда мы находим убежище в какой-то более высокой природе. Я поднимаюсь уровнем выше, раз, и я прохожу над всеми этими поездами. Они подо мной там где-то бегают, они мне не страшны больше. А представьте себе, что не было бы этого виадука. И какие-нибудь, знаете, обычно там загроможденные эти пути под поездами где-то лезят. Вообще страшное дело, очень опасно. То есть мы видим, что люди продумали способ, очень удобно. Надо пройти на море, а тут железнодорожные пути. Как? Раз, виадук построили, все, выше. Мы оказались выше проблемы. И поэтому этот совет Кришны, матчета, матчета, это означает ум, привязанный ко мне. Матчета, сарва-дурга, а не дурга, это материальная природа, которая ченит трудности. Видите портрет дурги? Такая восьмирука с этим, что у нее там всяких видов оружия и так далее. Вот они для кого предназначены? Для нас. То есть в кого она втыкает свои трезубцы, так сказать. Это трешула, тройственные страдания материального мира. Трезубец дурги. Вот это вот и есть сарва-дурга-ни. То есть это препятствие, которое ченит материальная природа. Кришна говорит, что? Он говорит, матчета, сарва-дурга-ни, все препятствия обусловленные в жизни. Как ты думаешь обо мне? Мат-прасада, по моей милости, что? Тари-шья-си, ты преодолеваешь, как ряду, раз и пришел. Все. То есть мы просто оказались выше. Он говорит, адхачет вам, аган-каро. Однако, если ты будешь действовать из ложного эго, наш рост шья-си, не слушая меня, вина шья-си, ты просто заблудишься. Буквально. Потеряешь себя. Ну, душу потерять невозможно, потому что мы и есть душа. Имеется в виду, заблудимся, заблуждение по-протому. То есть когда мы не понимаем, кто мы такие, чем мы занимаемся. И так это, как говорят сейчас, изящное решение. Одним действием решаются все проблемы. Потому что люди говорят, столько проблем, столько проблем. Это такое количество проблем выросло из одной проблемы, что мы потеряли контакт с лишним. Вот все. Поэтому решается так же, нужно контакт восстановить. Этому и обучают наука Бхсе, наука преданного служения. Как жить в духовной энергии. Сейчас нас учат жить как в материальной энергии. Мы в ней находимся. Все говорят, жизнь сложна. И поэтому ты должен знать то, уметь это. Ты должен уметь себя защитить. Хочешь жить, умей вертеться и так далее. То есть людям объясняют науку, как постоянно выкручиваться из сложных материальных ситуаций. Но никому не приходит в голову решение, а может быть сознанием подняться выше вообще. Потому что проблемы тоже, они живут все в уме. Правильно? В никаком другом месте проблем нет. Не только в уме все находятся. Только в уме. И почему? Потому что мы не видим реальность в связи с Богом. Мы видим реальность в связи с собой. Я. Главный. Я куб земли. Вся реальность замыкается на меня. Так я думаю. Но реально-то это не так дело. Понимаете? Я пытаюсь управлять жизненными процессами. Получается далеко не всегда. Поэтому совершенно очевидно, что этот контакт с духовной энергией нам никак не помешает. И, скорее всего, наоборот, поможет. Более того, в 9 главе Бхага Вазгиты Кришна прямо говорит. Что великие души, о сын Притхи, они что делают? Они находят убежище в духовной энергии. Сейчас мы нашли убежище в материальную энергию. Именно поэтому жизнь сложна. Что природа материи и природа духа, они полностью противоположны. Это то же самое, что поместить вас в воду, вас говорят, бегите. И куда вы пойдете? Каждый шаг трудно, потому что большое сопротивление среды. Не та среда. Понимаете? А рыбы там легко плавают. И тело к этой среде приспособлено. А нам очень тяжело. Нам приходится рыбами стать. Нам приходится одеть гидрокостюм, ласты какие-нибудь, акваланг. Вот тогда на этом какое-то подобие рыбы. И то час-два не более, пока там воздух охватит в этом акваланге. Понимаете? То есть мы не из этой среды. Поэтому вот эта вот наша материальная жизнь, в конце концов, она истощает нас. И посмотрите на стариков. Вот это, так сказать, люди, которые всю жизнь преодолевали трудности. То есть они уже на палочку опираются, еле идут. Все вот это вот, как бы, плоды контакта с материальной природой. Он, так сказать, преодолевался препятствия уже. И тело уже износилось, потому что, как вот механизм, любая машина изнашивается. И люди называют это жизнью. На самом деле жизнь начинается после того, как живое существо, контакт с духовным миром устанавливается. С Вай-кунхой, с местом, где нет проблем. На самом деле Вай-кунхой, это не просто место, а Вай-кунхой, это одно из имен Кришни. У него нет проблем. И поэтому, если мы в контакте с ним находимся, то наши проблемы преодолеваются именно, не благодаря каким-то материальным механизмам, а благодаря вот этому контакту с ним. Но для этого нужно иметь некоторые равны. Сейчас, в нашу эпоху, людей пичкают наслаждением чувств, это им выдаётся за счастье, и происходит интересный обратный эффект. Они говорят, смотрите, у нас всё есть, всё очень удобно, всё очень здорово, в материальном плане стоит мне куда-нибудь позвонить или написать. Я могу даже не выходя из дома, по интернету любые покупки сделать и мне, прям доставят домой вообще. Никаких денег не надо, всё это мы по карточке оплатим. Очень удобно, да, большие удобства. И люди считают, сейчас называют счастьем это наслаждение чувств. Но происходит один интересный эффект, которого они не знают. И эффект состоит в том, что когда у людей очень много чувственного наслаждения, притупляется их разум. То есть разум – это лучший друг души, действительно сейчас, потому что разум – это проявление параматного душа на сердце. И разум обладает способностью освещать ситуацию, освещать жизнь, и нам становится понятно, как действовать, как ошибок отбегать. Но когда человек постоянно находится в режиме чувственного наслаждения, разум угасает. Разум переходит в режим, знаете, такого, аварийного освещения. Еле-еле, когда вы, знаете, выключается всё освещение, чтобы люди совсем не заблудились, такой маленький огонёв. Только-только, сориентируется слегка. И так сейчас у большинства людей разум работает в режиме аварийного освещения. То есть они по-прежнему одевают шляпу на голову, ботинки на ноги, на этого разума хватает. Буквы выучили, что-то читают, выучили простые команды, кнопка play, stop, туда-сюда, вход, выход. То есть они могут вот такие вещи освоить. Но какие-то более глубинные вещи сейчас у них скрыты. И в Бхагавадгите, вот вторая глава, стихи 63-64, они объясняют этот процесс притупления разума. Они говорят, созерцание объектов чувств рождает привязанность. Привязанность рождает вожделение. Вожделение рождает гнев. Гнев рождает заблуждение, потерю памяти. А когда память утрачена, разум уходит. А когда разум потерян, живое существо опять падает в половину материального существования. То есть эта цепочка описывает, каким образом живое существо теряет свой разум. Вот это вот бесконтрольное чувство наслаждения, оно и приводит к потрачиванию разума. Это не обозначает, что мы не должны быть удовлетворенными на уровне чувств. Нет. Не об этом речь. Речь идет о том, что люди сейчас слишком сильно себя потакают в своем чувстве. И за это есть цена. Цена вот этот притупленный разум. И вследствие этого они даже не понимают вообще, кто они такие, что им надо. То есть их просто, как вот, знаете, как наркоманов подсаживают на наркотики, делают их зависимыми. И все, они уже клиенты, они уже готовы там за эту дозу любое преступление совершить. Понимаете? Вот очень так же это вот излишнее чувственное наслаждение, подчеркиваю, излишнее, излишнее, оно и делает людей наркоманами практически. То есть процентов 70-80 всего того, что сейчас есть в жизни людей, это лишние вещи. То есть на самом деле в них нет никакой нужды. Но реклама вбивает нам в голову, что мы без этого жить не можем. Я думаю, действительно, как же я могу жить без айфона 7? Ну как это вообще? У всех уже есть вообще, а у меня нету что такое вообще-то. Надо срочно копить деньги на этот дорогущий аппарат, допустим. То есть я помню, 20 лет назад никаких этих мобильных телефонов не было и так далее. Я свой телефон благополучно месяц назад в Лондоне забыл. И как я без него живу, вообще не знаю. Ну как-то живу, вообще ничего страшного не происходит. Ну мне обещали его привезти в скором времени. Но смысл в том, что мир не остановился вообще. Но сейчас для человека без телефона, без рук, отключи интернет, паника начинается. Что такое интернета вообще нету? То есть я потерял связь с реальностью. Может, сейчас вся реальность в интернете там находится. Вот, и эта самая картинка есть такая, ну типа карикатура. Современный человек такая вот, полпа идет по городу и все такие идут в эти свои айфоны, смотрят. Никто ни на кого не смотрит, себя так глазами относили. В метро посмотрите. Две третьих людей сидят смотрят, они там уже, они там. То есть вот эта реальность называется. Вот, то есть люди потеряли контакт с настоящей реальностью. Если, не дай бог, нет связи, они начинают, как же так, где же, а где же, где же вот вся моя онлайн-реальность там вся эта виртуальная. Вот, то есть я не против современных технологий. Я против, вернее, не я против, а Шиха Прабхупада говорит о том, что люди сейчас слишком сильно погрузились не в то, во что нужно погрузиться. Результат потери разума, когда теряется разум, они совершают много ошибок, а когда они совершают ошибки, вот вам добро пожаловать в проблему. Потому что проблемы это как раз то, что входит в нашу жизнь, а вследствие того, что мы игнорируем какие-то вот законы. И главные законы, которые мы игнорируем, это как раз законы духовной энергии, которые мы ничего не знаем. Вот, законы материальной энергии можем выучить, законы страны, ЗЭКИЛ, он наизусть знает законы, этот уголовный кодекс, еще что-нибудь. Вот, мы можем неплохо разбираться в физике, в математике, законы этого материального мира. Но, тогда почему у нас есть проблемы? Почему у нас есть проблемы? Человек с двумя высшими образованиями, у него там лучший диплом лучших университетов мира, он все знает. Тогда вопрос, почему у него есть проблемы? Я хочу знать, если он все знает. Почему у него есть проблемы? А проблемы у него есть, потому что он не знает законов духовной энергии. Потому что то образование, которое он получил, только называется высшим. Он знает много чего о материи. Кальюга наша эпоха, техническая эпоха, понимаете, техника. И поэтому знание математики, знание техники, знание технологии, это считается высоким знанием. Высокие технологии, да, хай-тэ, высокие технологии. На самом деле, высокая технология, это духовное знание. Бхакти-йога, вот это называется хай-тек, высокая технология, потому что это как раз есть контакт с духовной энергией, вот что такое на самом деле высокая технология, технология связи с высшей энергией, а то, что сейчас называют хай-тек, это вот высшая технология, это просто за неимением знания о реально высокой технологии, понимаете, вот. Итак, почему у этих людей, таких умных и гордых, есть проблемы? Потому что у них нет знания о духовной энергии. Кришна говорит одно действие, мать читаса, аргатургане, мать просадок, то есть, просто научись думать обо мне, по моей милости ты передавишь себе препятствия об условленной жизни. Вот это высшая технология, понимаете, то есть, это то, что Кришна называет достичь состояния неподвластного страдания. Во второй главе Бхагавадгиты, стих, не помню, там будет, или с 55-го по 60-го, он говорит, что мудрые люди, занимаясь процессом преданного служения мне, выходят из-под власти кармы и достигают состояния неподвластного страдания. Вот это высшая технология, понимаете, это реально высшая технология, это не индийская вера. Вот этим вещам Шрила Прабхады пришел научить нас, это высшая технология. И для того, чтобы этот процесс стал работать, для того, чтобы мы реально нашли убежище в духовной энергии, для этого и дан процесс Шана Наготи, или процесс преданности, процесс вручения себя Господу. Как так сделать, чтобы духовная энергия стала действовать на нас? Материальная энергия и так действует нас, мы уже под являемым находимся. И все, что нас учит, чем нас учит, это выкручиваться из-под этого давления, понимаете, чтобы оно не задавило нас полностью, вот чему нас учит в материальном мире. Но духовная технология это другое. Итак, что такое эти шесть процессов преданности или Шара Наготи, из чего это складывается? Есть несколько стихов в шастрах, которые описывают этот процесс. И там несколько разных версий, немножко разными терминами все это формулируют, но идея остается та же самая. Пункт первый, это называется, анукульена, ну как там сейчас, чтобы не забыть вам скажу, я уже молитвый, как это сказать, уставший, да. Анукульясясанкалпа, это обозначает принятие всего благоприятного для духовной жизни. Что это такое благоприятное для духовной жизни? Из материи, благоприятное для духовной жизни, только высшая гуна, гуна благости. Гуны страсти и невежества, они не способствуют духовной жизни. Гуна страсти и невежества, это вот вся современная цивилизация в гуне страсти и невежества. Они показывают людям, как наслаждаться материальной энергией и как избегать последствий. Как пить и не пинять, как, допустим, сделать так, чтобы, как наслаждаться, и при этом наслаждаться сексом и не иметь детей этих обременяющих факторов. Вот, как, так сказать, уйти из-под закона кармы, как наслаждать чувства, но не иметь реакции. Но это невозможно, это невозможно. То есть, так или иначе, материальную природу ее невозможно обхитрить, потому что она тоже является божественной. Она тоже Богом дана, она тоже действует по его законам. Закон кармы, это как раз и есть закон, который регулирует наши отношения с материальной энергией. Все, что мы имеем сейчас, или все, чего мы не имеем сейчас, это все последствия наших правильных или неправильных отношений с материальной энергией. Вот все. И смысл не в том, чтобы пытаться обхитрить материю. Как бы мы ни пытались обхитрить материальную природу, мы пойманы в эту материю, и эта материя находится под влиянием времени. И время, что делает с материей? Старит, разрушает. Грасяшну, прообогрошен, чак. Оно дает всему развитие и все поглощает. Грасяшну, значит, поглощает. Как? В форме времени. Одна из функций Господа в этом мире, это время. И в форме времени поглощает все. Нет старых цивилизаций, все, история, история, история. Там ходили по городу, мне показывали, в Барселоне, там какие-то раскопки. Нашли там какие-то могилы, там какие-то там с римских времен, ничего-то еще. Люди выяснили, что они на кладбище живут, оказывается, там каких-то это самых, вот какой-то предыдущей цивилизации. Что это такое? Это сила времени, понимаете? А потом те, кто сейчас тут живут, они потом будут, следующий слой удобрения из них будет. И новые поколения будут на них жить. Вот, то есть это сила времени, понимаете? И никуда от него не денешься. Итак, анукульяна санкалпа, обозначает принятие благоприятного. Что это такое? В этом плане нектар наставлений. Вадишамрит отдает хорошие нам советы. Вот, что тут говорится. Итак, что способствует, что благоприятно для развития бакты, для этого контакта с духовной энергией? Рупа Гасана говорит, что существует шесть принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо, первое, действовать с энтузиазмом, второе, с уверенностью прилагать усилия, третье, проявлять черт терпения, четвертое, следовать таким регулирующим принципам, как шраунам, киртанам, вишну, смаранам, то есть слушать повествование Кришны, прославлять Его и постоянно помнить о Нем. Пятое, отказываться от общения с непреданными, шестое, идти по стопам предыдущих учителей или ачарев. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в преданном служении. Итак, что это обозначает, по сути? Уцаган обозначает энтузиазм. Откуда он берется? Энтузиазм берется всегда от контакта с духовной энергией. Вот поэтому, сам по себе, как вот предположим, откуда у нас берется каждое утро энтузиазм, идти на работу, на учебу, что-то делать. Оттого, что мы выглянули, смотрим, о, солнце стало светло уже, пора идти. То есть солнце дает нам энтузиазм, свет некий. Если вы проснулись, темнота. Какой у вас энтузиазм подарите? Никакого энтузиазма нет, понимаете? То есть жизнь должна пробудиться, должна появиться какая-то такая животворящая, светлая энергия, которая вдохновляет вас на какую-то деятельность. Итак, духовный энтузиазм у нас проявляется от контакта с людьми, которые живут в этой духовной природе. То есть любым делом можно заразиться, в хорошем смысле слова. Так же, как, допустим, материализм, он заражает нас какими-то материальными целями, планами, давай делать то, все. То есть люди, которые полны энтузиазма материального, не являются источниками этого материального вдохновения. Так же, если мы контактируем с людьми, которые дают нам энтузиазм в духовной жизни, происходит тот же эффект. То есть каким образом у первых преданных появился энтузиазм? Благодаря общению с Шилой Прокупадой. Он принес им образ жизни, как жить в духовной энергии. Они не знали. Они жили в материальной энергии, и даже там они были неудачниками. То есть все, они стали отбросами общества, фактически, бестолковыми, ненужными никому людьми. Прокупада их поднял из грязи, практически, с самого низа этого материального мира. И сказал, ребята, вы не в ту сторону шли. Я вам сейчас покажу, как надо правильно жить. И дал им контакт с духовной энергией. Он начал петь, они услышали святое имя. Кришна просочился, просочился в их мозги через трансцендентный звук, через освященную пищу, прасад, через правильное понимание вещей, философию, и все. И что произошло? Они почувствовали энтузиазм. Они сказали, что делать сами же говорить, и мы будем вам помогать. То есть ни с того, ни с сего у них появился вдруг энтузиазм. Откуда? Свыше. Кутсага обозначает контакт с духовной энергией. Нишчаят обозначает постоянство или твердость. То есть это обозначает, что как в материальном мире нам приходится преодолевать определенные трудности. Но мы же не говорим, ой, так трудно, перестану жить. Точно так же в духовной жизни на начальном этапе могут быть какие-то определенные сложности, потому что мы переучимся на новую, так сказать, тему совершенно. Поэтому здесь требуется тоже определенная твердость и постоянство. Далее говорится терпение, усилия, терпение, 2 и 3, они похожи друг к другу. Далее здесь говорится следовать принципам, таким как шраванам, киртанам, вишну, смаранам. То есть шраванам обозначают слушание, киртанам повторение, смаранам пометаланием. Это основа духовной жизни. Перед тем, как мы начнем заниматься служением, дасе, дасе это активное служение, мы должны сначала в уме созреть для этого. Потому что физически тело делает то, но что толкает его пункт. Без импульса, исходящего из ума, мы ничего делать не будем в физическом теле. Поэтому сначала должны произойти некоторые изменения в уме. Как они происходят? Шраванам, киртанам, вишну, смаранам. Когда мы слушаем о Кришне, проговариваем все эти, обсуждаем, киртанам. И в течение времени это все откладывается в память, в смаранам пометовании. И вот теперь после этого наступает дасе, активное служение. То есть я хочу теперь пробовать все это на практике. Далее. Отказ от общения с непреданными. Это что значит? Это обозначает, что не то, что мы должны шарахаться от других людей. Общение обозначает передача ценностей. То есть когда, скажем так, мы общаемся с людьми, в этом процессе общения, что люди делают? Они делятся своим опытом. Угощают нас чем-нибудь, да, или там рассказывают, какие у них новости, или что-нибудь там рекомендуют посмотреть, послушать, там, или совет нам начинают давать. То есть это способ передачи своих ценностей, своего внутреннего мира. И поэтому в процессе общения можно либо вылечиться, можно наоборот заразиться. То есть в зависимости от того, какие мы ценности принимаем. Вот мы можем общаться со всем миром, это не проблема. Но общаться обозначает перенимать их ценности. Поэтому мы можем общаться, скажем так, дозировано, не принимая ценности. Это примерно то же самое, как, допустим, врачи общаются с больными. Общаться с больными может быть опасно, можно от них заразиться. Но врач знает технику безопасности, как больного вылечить, самому не заразиться. То есть вот это и есть искусство, правильное искусство общения с этим миром. Как транслировать духовные ценности туда, но не принимать материальные ценности от больных людей. То есть люди, которые привыкли, привязывались к материальной энергии, это больные люди, как наркоманы. Наркоманы, это такие же люди. Мы говорим, они больны, почему они больны? Потому что они подсели на какие-то субстанции, которые кажутся им абсолютно необходимыми. А люди говорят, почему они необходимы? Я живу без этого докаина или героина, и все хорошо. А люди там дня прожить без этой дозы не могут. Понимаете? Поэтому мы их называем больными. Вот точно так же с позиции чистой духовности материалисты, это такие же наркоманы. То есть они говорят, мы не можем без этой материальной энергии. Хотя в действительности живое существо может без меня. Или хотя бы по минимуму эти все вещи она может потреблять. Понимаете? И так в этом смысл этой опасности, этой санги или общения. И далее здесь, шестой пункт, дается сато-врите. А сато или садхо, это святые люди. Врите это обозначает путь, проторенная дорога. Врите одно из его значений, это такие в уме определенные дорожки, каналы, по которым текут наши желания. То есть такие стереотипы мышления, стереотипы желаний. Вещи, которые нас регулярно посещают. Ну, это врите. Или можно сказать, что это проторенный путь, проложенный путь. Сато-врите. То есть идти проторенным путем. А кто его уже, так сказать, проторил? Люди в прошлом, которые шли по этим. И так, вот это вот шесть вещей, которые являются благоприятными. И так, это первый пункт учения себя, духовная энергия, учения себя в голове. Пункт второй, это что? Это так называемый апротикулясия варджитам. Это означает отбрасывать неблагоприятное. Что является неблагоприятным? Возвращаемся. Текст второй, Нектара наставлений. Шесть вещей разрушают бахти или преданных долг. Какие это шесть вещей? Атихара. Переедание или накопление того, что не является необходимым. Излишнее накопительство. Атихара. Это первое. Но переедание здесь понятно. В чем проблема переедания? В том, что мы видим, что все вкусно, все много. Все в себя напихали. Потом, какое состояние? Тяжело, тяжело, трудно. Мы не справляемся, не можем переедать. Вот то же самое происходит, когда человек эту материальную энергию нагреб себе. И что с ним происходит? Теперь его разум загружен всем этим. Понимаете? Он не знает еще. И вот за ним попитала всякая там, с одной стороны, налоговая инспекция, с другой стороны, какие-нибудь бандиты его хотят отщипнуть кусок. Еще там что-нибудь с ним происходит. То есть, когда человек расширяет свое поле деятельности сверх всякой меры, кажется, что это круто, да? Но загляните в его ум. Это очень беспокойные люди. Потому что они реально не могут контролировать вообще всех процессов, которые происходят у них. Они вложили деньги туда, сюда, там, везде, все. И они постоянно считают, калькулируют. Вот они не свободны вообще от всего этого. То есть, уже получается, что не они владеют всем этим, а эти вещи и деньги владеют ими. Понимаете? Потому что эти вещи и деньги, это как раз постоянное то, что у них в уме. Понимаете? Вот и все. То есть, уже не человек распоряжается этим, а уже эти материальные ценности овладели его умом полностью. И они ему диктуют, что делают. И так это атьяхара, то есть, нет необходимости излишнего накопления. То есть, человеку есть какие-то необходимые вещи, сверх того, это уже все будет просто мешать преданности. Далее. А второе. Прилагает чрезмерные усилия для осуществления труднодостижимых мирских целей. И так это неблагоприятная вещь. Что это значит? Современная эпоха – это кто такой успешный человек, который успешно сделал карьеру, много чего достиг и так далее. Вот так меряют. Труднодостижимые вещи, но мы добились. Вот это считается успехом. Ведическая концепция другая. Простая жизнь, возвышенное мышление. Если уж добиваться чего-то, то как раз лучше в сфере духовной энергии, чем материальной. Материальная энергия, если современный человек, цивилизация меряется тем уровнем комфорта, ведительская цивилизация меряется тем, насколько люди способны жить без множества удобств. Понимаете? Вот это называется уровень цивилизации. Насколько человек может жить просто, не усложняя свою жизнь. Вот это уровень цивилизованности. То есть там самое главное – это выращивание человека. Сейчас выращивание вот этих вот инфраструктур, всех этих вот условий для человека. И человек, что происходит с ним, он лишается разума. То есть его разум, как я говорю, работает в режиме аварийного освещения. Примитивный разум. Поэтому у него масса проблем у современного человека. Поэтому каждому современному человеку нужен свой психолог, а лучше психиатр. Вот потому что уже, так сказать, он в таком состоянии постоянных проблем. Ему нужен свой юрист, ему нужен свой доктор. Все, и он в таком состоянии находится. Вот эффект, сожжения, на цивилизации. В то время как, если людей учат принимать убежище у духовной энергии, человек становится независимым от всех этих вещей. Но эта технология неизвестна. Вот, что я про упада дал нам, блин. Дальше. Праджалпа. Праджалпа – это обозначает пустые разговоры. То есть разговоры, не выводящие нас на путь, ведущий к Богу. То есть мы что-то обсуждаем. Мы находимся в материальной природе, поэтому мы ее будем обсуждать. Это неизбежно. Но правильное обсуждение наших материальных вопросов, семьи и так далее всего – все эти рассуждения должны выводить нас на духовный путь. Вот это будут правильные рассуждения. У Шилы Прабхупады много рассуждений о политике, об экономике, о культуре, о каких-то социальных проблемах. Но он их таким образом строит, что они все выводят на Кришну. То есть он может любую тему взять и вывести нас через нее на Кришну. Когда мы обсуждаем все эти проблемы, но мы не приходим к пониманию Кришны, вот это называется праджалпа. А так можно на любую тему говорить. Если мы увидим, как это все связано с Богом. Далее. Джана Санга. Джана Санга – это тоже повторяется общение с мирскими людьми. Интересно, что этот пункт повторяется и во 2-м и 3-м стихе «Никторное наставление». И то, что способствует развитию бхакти – это отбросить. И то же самое в другой версии повторяется в том, что это препятствует. И так и так мы этим, поэтому это является важным. Далее. Четвертый. Выполнять правила предписания шастер только ради следования им, а не во имя духовного развития. Или не выполнять никаких правил предписания, действовать независимо, как ему заблагорассудится. То есть смысл в том, что это называется «нияма-аграга». Нияма – это рекомендованные вещи, что нужно делать. Но человек не должен быть просто фанатичным заложником какого-то ритуала. Он должен понимать, для чего это он делает. То есть его практика должна быть осознанной. Если она не осознанная, это просто такой, знаете, фанатик индаменталист, что называется. Ему сказали – это то, за что ругают настоящих сектантов. Говорят, вот им долбили, им сказали. Они с утра до вечера бубнят какие-то молитвы, мантры, все, им промыли мозги. То есть на что намекается? Намекается на бездумное следование правилам предписания. Если человек действительно бездумно чему-то следует, толку большого не будет. Другая крайность, когда он ничему не следует. Говорит, сам себе велосипед, что хоть что-то и делаю. И далее, последнее – это лоулиам. Лоулиам – это обозначает, опять же, жажда мирских успехов, жадность к материальным вещам. Еще называют это асад-тришна. То есть тришна – это жажда, а асад – это означает то, что не вечно. То есть ты стремишься к тому, что исчезнет. Это примерно, как, знаете, детям нравятся эти, знаете, какие-нибудь там, мульные пузыри пускать. Они же красивые, да? Но долго ли они живут эти мульные пузыри? Вот все. Фейерверки запускать. Все, пропускали фейерверки. И все утихо, понимаете? То есть, когда люди стремятся к вещам, которые прямо у них на глазах лопаются, прямо у них на глазах теряют свою ценность, это и называется асад-тришна. То есть стремление к тем вещам, которые не обладают ценностью в действительности. Это приводится такой пример в шастрах. Еще называют, как это, мрига-тришна. Мрига – это олень, который испытывает жажду, и он видит какой-то там оазис в пустыне. Этот оазис, он где-то может быть есть, но где-то там, но в пустыне, в основном, песок. То есть, когда люди пытаются в этом материальном мире найти то, чего здесь нет. То есть, все находятся в поисках счастья, но здесь есть только образ счастья. Некий какой-то вот такой, как это, мираж. Мираж, да? То есть, вот есть оазис, а есть мираж этого оазиса. Когда человеку, этому путнику, от жажды уже мерещится, что там какой-то есть вот этот самый оазис, да? Это мираж называется. Мираж – это просто отражение реальности. То есть, в этом материальном мире есть только отражение счастья. Отражение счастья, но не само счастье. Вот, и когда живое существо охотится за ним, вот это вот называется лолем – жажда вещей временных, которые не дают нам удовлетворения. Итак, эти два пункта. Шаранагати – пункт первый – принимать все благоприятное. Пункт второй – отвергать все неблагоприятное. Третий пункт называется «РАШИШЯТИВИШВАС». Вера в то, что Господь защитит человека. Это важный момент. Почему? Потому что в этом мире много разных опасностей. И более того, здесь общество даже стимулирует, чтобы люди как-то защищались. Например, в таких более-менее развитых обществах требуется, чтобы была обязательная страховка, допустим. ЦИНСКО, там какая-то еще. То есть без страховки это и вообще. То есть с вами что-то случилось, сами не разговаривайте, если у вас нет страховки. Можете помирать. То есть вы должны застраховаться. То есть это обозначает, что люди продумывают систему, каким опытом себя защитить, потому что в материальном мире много разных трудностей бывает. Но духовная жизнь, это вот третий пункт вера в защиту Господа, обозначает, что мы принимаем духовную страховку. Потому что в строгом смысле слова материальная энергия, она не действует самостоятельно. Материальная энергия, она является нижней энергией Верховного Господа. И поэтому все, что происходит здесь, оно происходит только по велению свыше. Допустим, если компьютерная программа стала что-то делать, только потому, что оператор эту программу придумывает, он настроил. То есть не сама по себе. Точно так же мы говорим, ну есть же вот уже отработанные материальные механизмы. Окей, хорошо, есть. Механик кто? Почему материальная энергия работает? Материальная энергия работать сама по себе не может. Ее нужно определенным образом настроить, запустить определенным образом. Точно так же мы видим вот эти все процессы. Смена времен года, поддерживается баланс тепла, воды, ветра, землисты. Пять стихий находятся в гармонии. Это все происходит именно потому, что кто-то этими вещами управляет, да? Потому что сами по себе эти стихии, они не могут действовать. Любая энергия, она всегда работает в связи с тем, что кто-то управляет энергией. Энергии сами по себе, они не могут работать. Вот поэтому, допустим, ветры рисуют нам космос анимированным, живым. Они говорят, что такое ветер. Ветер это не просто какой-то перепад давления атмосферного. Это существа такие, 49 марутов их называют. То есть это ветра, которые непонятно могут вот так вот чухлить. И люди говорят, давление там где-то подняло, это там наоборот опустилось. Ветра такие бывают, завихрения вообще. Это уже ни с кем давлением вообще не связано. Это глазу любому человеку понятно, что здесь физики маловато для объяснения простого явления ветра. Почему он ни с того ни с сего, вдруг там то усиливается, то замедляется, начинают какие-то вихри и все прочее. Здесь физического объяснения однозначно мало, понимаете? Ни один физик это объяснить адекватно не может. Но когда мы обращаемся к ветрам, они говорят, это маруты, это живые существа такие. И здесь-то, конечно, у вас тепло, этого не видно, если вы еще помните те времена, когда вы жили в более холодной стране, зимой они рисуют узоры на стекле, помните такие красивые? И рисуют, как в сказках, с такими щёчками надутыми, дует в этой всей, узоры рисуют. Живопись на стекле, случайно сложилась, все эти цветочки, все эти такие вещи. То есть природа, она вся красивая, она вся анимированная. Кто отвечает за воду, допустим, воруна, за огонь, агни. То есть за каждую стихию отвечает какое-то божество. Поэтому энергии, они все под контроль никому-то. И далее Бхагаттан говорит, только из страха перед всевышним будет ветер. То есть, допустим, божество ветра, оно не независимо. Оно потому, что кто-то, так сказать, приказывает. И хотя мы знаем, что, допустим, согласно ведической этой всей системе, Индра посылает дожди. И Кришна Бхагаттан говорит, на самом деле это я посылаю и, так сказать, я останавливаю дожди. Потому что Индра – это просто тот, кто выполняет его приказы. То есть, если мы посмотрим на вот эту всю систему иерархии, то выяснится, что все энергии, они имеют своих, так сказать, управляющих. И все они восходят, в конце концов, к высшему управляющему. Осуществляется его план. Итак, защита происходит именно благодаря тому, что мы ставим себя под контроль этой высшей личности. И тогда все остальные энергии, они выстраиваются таким образом, что нам дают определенный зеленый свет, зеленую улицу. Ну или яркие примеры этого, конечно, как в Шамад Бхагава там приводится жизнь, допустим, Прохлада Махараджи или Пандава. Такие трудности не выпадали, Кришна их всегда, так сказать, выводил оттуда, вот там все происходило. Это листы духовной энергии. В последний момент, чтобы такое случалось, и они оказывались в безопасном состоянии. Далее, четвертый пункт, это Шаранагати, Гоптритвя Варана. Гоптритвя Варана обозначает признание Кришны в качестве своего единственного господина, покровителя и поддерживающего. Опять же, в этом материальном мире под влиянием материальной энергии нас учат полагаться на нее, как она нас кормит, как она нас защищает. Но мы только что обсуждали, что в действительности Кришна защищает нас через нее. Допустим, государство заботится о людях через, допустим, какие-то системы социального снабжения или что-то еще. То есть мы, может быть, не каждый день контактируем с, так сказать, как говорится, с топ-менеджерами, с лидерами правительства и так далее. Мы их, можно сказать, вообще, может, никогда и не видели, только там по телевизору, может быть. Но они запускают определенные процессы и уже их подчиненные, следующий, более низкий уровень власти, они осуществляют все эти процессы. И поэтому мы видим, как там работают какие-то коммунальные службы, там что-то еще, все происходит. То есть мы видим, как вот эти вот различные сервисы, то есть вот эти вот разные сферы обслуживания, они работают по команде свыше. Из страха перед Всевышним работают всякие разные там пожарные команды и всякие там другие, другие. Все, потому что если они будут выполнять свой долг, мы знаем, что будут проблемы. То есть их уволят, там кого-нибудь другого возьмут. То есть то же самое, как из страха перед Всевышним дует ветер, точно так же из страха перед высшими властями какие-то низшие администраторы и промыточных властей, они осуществляют все свои дела. Итак, признание Кришны тем, кто является нашим Высшим Господином и обеспечивающим, потому что обеспечение происходит именно благодаря Ему. Мы видим, что в жизни животных и растений отсутствует экономика, в нашем смысле слова. У них там нет каких-то бизнесов, они не сеют, не пашут. При этом каждый день, каждое живое существование имеет свою пищу. Раупада говорил, и маленький муравей, и большой слон каждый день получают свою пищу. То есть то, что слону на один день, и муравью может на всю жизнь даже много этого будет, понимаете, да? Но тем не менее и муравей, и слон каждый день получают свою пищу, не имея никакой экономики, не имея никакой организованной системы. Вот как это вообще возможно? Это возможно благодаря тому, что Кришна всех закрутил в единый цикл, в единый цикл. Все живут в этом мире, и этот цикл обозначает, что все друг другу служат неосознанно, хотя бы в виде пищи. Одно живое существо служит пищей для другого живого существа. Полная утилизация, понимаете? Одно съедает другое. Это называется, как она, цепочка, да? Удивительным образом все построено, да? Растение питается землей, из земли, да? Какое-то там насекомое съедает растение, какой-нибудь кузнечик, лягушка съедает этого кузнечика, змея съедает лягушку, какой-нибудь там мангуст или какая-нибудь птица съедает эту змею, да? Четкий цикл существует. Полная случайность, конечно, да? То есть, вот это и называется забота, что он позаботился таким образом, что весь мир находится вот в этой вот цепи взаимосвязи, без всякой экономики каждое живое существо каждый день находит все необходимое. Но мы так не можем, нам нужна очень сложная экономика. Экономика – это такая наука, о которой нужно долго учиться. Многие, да, во действительности экономика, она очень проста. Очень проста. Посадили 5 семей землю, вырос колосок, на котором 10 семян. Посадили 10 семян, выросло теперь 10 колосков, на котором каждый 10 семян. Вот это называется экономика Кришна, естественный, так сказать, естественный прирост, да? Из одного сразу 10, из десяти уже 100 и из 100 тысяч. Вот это называется экономика. Это она проста, на самом деле. Но сейчас, в следствии того, что люди правят жадность, экономика стала сложной она уже уже оперирует не из не с естественными величинами она уже оперируется всякими там совершенно виртуальными непонятными так сказать сущностями цель которых просто обмануть людей вот и все никакого другого нет а экономика очень простая она очень она элементарная по своей сути и вся экономика она стоит только к одному пищи больше ни к чему больше ни к чему потому что если нет пищи все остальное бессмысленно поэтому экономика обозначает просто получение пищи ну еще одежда какие-то минимальные удобства вот и вся экономика сейчас экономика это что такой какой-то монстр вообще навороченный непонятный к этому банковская система которая обманывает людей так далее вот там люди уверовали там бумажки с лицами на этих бумажках вот что вот это вот как будто вот важные вещи нет если нет пищи эти бумажки не имеет никакого смысла поэтому основа экономики это просто пища пища одежда кровь какие-то вот условия там вот все и этому не нужно 5 лет учиться это простые вещи на самом деле любой вайши традиционный он это все за неделю освоит понимание всего экономического процесса который происходит в настоящем нормальном обществе но сейчас общество это хоть совершенно вот искусственные ценности все искусственное это вот искусственная экономика ты люди смотрят там целый день эти бедные бухгалтеры сидят эти свои отчеты там бесконечные эти таблицы там что-то там заполняют черт ногу сломит вообще во всей этой системе какой-то все эти нолики там это штуки то есть это все следствие того что у людей и совершенно неуемные потребности старых неуемные потребности как люди раньше жили вообще без все этому понять не можем да жили спокойно вообще не так сказать они головы свои заполняли другим они голову свои заполняли тем чем полагается духовным знанием они всеми этими крестиками ноликами там x и y и так вот этот пункт гоп-третья варанам обозначает признание кришны в качестве главного своего обеспечивающего и господина пятый пункт называется атма никшепа или атма неведана это обозначает что мы полностью своим сознанием вручаем себя ему то есть наша жизнь больше не отделима от его плана можно сказать так этот пятый пункт шаранагати обозначает не иметь планов отличных от планов бога атма никшепа обозначается я отдаю тебя себе и теперь что ты делаешь вот это я принимаю как свою судьбу то есть обычно люди стараются бороться с судьбой у них какие-то некита свои планы настроили настроили год вот это я сделаю так 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 вот эта формула моего счастья не сами себе напридумали какую-то концепцию и потом они начинают ее осуществлять и она встречать какое-то приносопротивление то не получать это не получается или начинает гневаться обижаться на судьбу то вместо того чтобы принять эту судьбу начинать с ней бороться зюдат известен то есть я еще не знаю ни одного человека победившего свою судьбу то есть вот потому что судьба это сила времени победивших времени существует есть люди которые победили определенные трудности если это было так сказать им в их плане вот но люди которые это сказать сумели преодолеть высшую волю таковых не имеется в истории вот поэтому вот это вот атма неведанным или атма никше по полное вручение себя господа обозначает что мы имеем свои планы никто не никто не против наших планов но мы должны себя помнить что у кришна есть право немножко наши планы скорректировать связи с его план вот это вот атма неведана обозначает что мы принимаем это то есть мы способны в свою жизнь как бы строить в его линию которую он пускает нам отдал для нашего развития потому что все эти вещи которые он или судьба устраивает нам они нужны нам понимаете это не то что скажем там он решил поломать моё счастье там все у меня отобрать или что-то еще у него только одна задача приблизить меня к себе вот и все и все чтобы он не делал дает или отбирает он всегда приближает мне к нему в действительности он ничего не отбирает он только дает даже когда он отбирает какие-то вещи он дает нам взамен ценное понимание другое дело что мы не ценим то что он дает его а у меня бог отобрал то или все деньги дом там семью что то еще да вот бога там говорится что если человек особенно дорог богу но кришна все отбирает влечу себе результат преданности да давайте все подпишемся так сказать под ту религию который бог все отбирает вообще сказать клиентов будет ноль вот но на самом деле так и сказано что тот тот кто особо дорог кришне тот у того кришна отбирает все это не конец что же происходит дальше взамен он дает себя вот но а живое существо может быть не готова к такому сюрпризу вот поэтому кришна такие трюки проделывает не со всеми а только с теми личностями которые действительно готовы к этому вот когда ушла правопада тоже все там бизнес развалился семьей там все он уже понял что тема заклинила из нее выхода никакого нет да он уже все это оставил вот и что теперь жизнь закончилась она только началась она только началась то есть до этого он так сказать разбирался с какими-то такими материальными аспектами своего существования на самом деле он ждал своего времени как говорится вот приобретала опыт определенные цены вот а жизнь началась как раз после того как все эти материальные темы закрылись все ни семьи ни работ ни денег ничего нет был как сокол да зато есть приказ духовного учителя искришь на все его теперь жизнь настоящая только началась то есть мы больше рассказать от из из восьмидесяти одного года жизни шилы правопада мы в основном говорим о десяти последних все остальные они были но они не так важны то есть что у кого жизнь начинается в 70 лет что странное начало бы обычно люди говорят все уже так после 50-60 тоже не жизнь и доживание да вот но мы видим что у правопада так сказать вот как раз этот вот последний участок это и был самый ярк самая яркая жизнь была понимаете почему потому что это уже был полный переход на духовную энергию опять же я говорю что это так сказать наш ум это для ума для нашего они подготовлены это такой мега стресс что называется да вот поэтому он не со всеми такие вещи проделывает но те личности на которых у него есть особая ставка он показывает как нужно жить то есть они от материальной энергии отказались приняли духовную энергию и так атма никшепа или атма неведана обозначает что полностью принимает его волю как свою судьбу и последний пункт там карпане называют или даиния это смирение раскаяние раскаяние за свои какие-то ошибки раскаяние за глупости которые мы совершали в прошлом да и не обозначает смирение смирение обозначение не означает какую-то забитость смирение обозначает что мы всегда являемся слугами то есть смирение это признание своего положения слуги читание 4 там рита говорит и калейшвара кришна ара сабабрите есть только один господин кришна все остальные его слуги вот все без исключения вот и мы в этой категории в этой категории проблема состоит в том что мы воспитаны в другом духе мы воспитаны в духе такого знаете вызова потому что современный герой кто такой современный герой тот кто никогда не принимает свою судьбу современный герой кто такой борется судьбой борется судьбой он побеждает вот и все то есть так такой знаете апофеоз развития ложного это вот современный герой современный человек который всем судьбам на зло на перекор вот это вот образ человека такой у нас страсти доиния тут качество смирения с бога кажется абсолютно не применение неприемлемым и непривлекательным каким этот образом или моделью поведения для современного человека уже полностью противоположно всему тому всем тем идеалам и ценностям которые в этом математическом обществе существует то есть это должен быть сильным должен преодолевать то все другое должен добиться своего должен стать там номер один вот вот это как бы песня которую мы слышим стены понимаете вот этом у нас учат голливудские герои так далее вот он все и тут мне альтернатива говорят оставь все придачи к чаштане его слугой все как будто мне вообще нокаут мне там да я вообще верх ногами оказался полностью искать все перевернулось да вот но кто это принят единицы поэтому кришна говорит что среди тысяч многих тысяч людей немногих стремятся к совершенству а из достигшихся человек едва ли один воистину познал он показывает насколько мало в этом мире людей которые понимают эти тонкие вещи стремятся к этому что большинство людей они запрограммированы на другое их очень трудно в этом разубедить вот мы пытаемся ну сказать мало кто эти вещи принимает поэтому вот такой уровень отсева он уже в боговадгите описан он уже описан что немного людей принимаются эти вещи по той простой причине что это полностью противоречит тем желанием ради которых может материальными пришли мы пришли сюда быть и швара и пуруша и управляющим наслаждающимся а нам говорят стань слугой смена программы полно на полностью противоположную это трудно для многих людей неприемлемо по этой причине не так-то легко поменять вот сказать направление своей жизни стать первым кришном и вот эти вот шесть пунктов они и представляют собой вот этот шаранагати или тот самый дух которым мы совершаем свое служение то есть нужно понять что это вот шаранагати эти шесть пунктов это сам само настроение когда мы повторяем мантру когда мы читаем что делаем какое-то служение это внешняя форма деятельности но она должна совершаться вот в этом быхлевых шести аспектов шаранагати тогда она будет действительно эффективна вот если мы повторяем мантру чтобы избавиться от кармы чтобы решить свои материальные проблемы там и что-нибудь еще это будет давать определенный эффект но это не тот эффект который о котором вот то есть должны все эти вещи делать именно в этом духе полной зависимости слуги как как пропадает что воспевание святого имени должно быть как зов ребенка обращенный к матери вот то есть они просто там как 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 говорит ребенок мама 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 какой повод приходить то есть не то, что мы там кричим на всю улицу как безумные себя ведем мы так не будем делать но это настроение, которое стоит за этим это воспевание может быть вполне таким по виду ну, как бы таким обычным но дух, который стоит за ним он необычный вот это называется бак вот эти 6 аспектов преданности это само внутреннее настроение само внутреннее понимание внутреннее состояние, которое предшествует внешнему совершению ритуала деятельности вот этим вещам мы стараемся учиться это и есть, собственно говоря основа нашего духовного понимания духовной практики все, на этом я остановлюсь если какие то есть вопросы, обсуждения Вы говорили, что пятый пункт, да, свои планы скорректировать с пламенами Господа получается, нужно узнать какие планы у Господа и как это узнать то есть, есть ли какие то шастры может быть или еще что-то да, это можно узнать Кришна дает Кришна не играет с нами в прятки Он, в общем-то, играет в открытую и о своих ожиданиях от нас Он давно уже сообщил вот, он сказал нам в Бхагавадгите оставь все остальные обязанности просто придайся мной декларация, так сказать о своих намерениях теперь вопрос состоит в том насколько мы это послание уловили совершенно очевидно, что эту фразу ну, мы ее всю жизнь перевариваем по большому счету мы говорим, да, это высшее наставление мы к этому планируем прийти то есть, по зову из сердца мы следуем некому призванию то есть, допустим, почему человек становится ну, тем или иным, кем-то там специальность какую-то, да, приобретает почему, как он об этом узнал не то, что ему там Бог пришел и сказал ты будешь бухгалтером, а ты будешь инженером а ты будешь дворником, ничего такого нет, да но мы почему-то чувствуем какое-то вот то, что у нас за призвание то есть, кто зовет нас, призвание это голос в сердце параматва то есть, она дает нам напоминание вот, по этой причине я сижу и чувствую думаю, чем у меня в жизни заниматься вот, я чувствую склонность вот к тому или к сему вот, если спросить вот, ну, любого из нас у всех у нас какое-то занятие в жизни, да вот, а кто нам об этом сказал довольно мало людей, которые вот прямо сказали там, ты делай то, и он стал делать это то есть, обычно это какой-то интуитивный выбор вот, или, допустим, какие-то, ну, может быть, у нас были большие амбиции потом попробовали, нас немножко судьба обломала, да и как-то мы, ну, в какой-то более простой такой стезе то есть, судьба обломала или судьба направила это и есть голос параматва то есть, скажем так, узнать о плане Бога можно двумя путями значит, первое, это когда мы услышим непосредственно его голос из сердца но это может быть только какие-то вот отдельные личности, да, вот такие интуитивные в чем-то с этим второй способ, нам сказал об этом учитель или человек, которому полностью верим допустим, в ведические времена это были вот, ну, учителя которые наблюдали за природой человека и подсказывали, чем заниматься, да и третий способ, это через обстоятельства как говорится, с такими людьми, которые, ну, не слушают от наставления старших шастры с ними Бог говорит на языке обстоятельств то есть, это большинство людей, абсолютное большинство людей то есть, они вот там, чего-то себе напридумали, какие-то у них планы начинается практическая жизнь и вот мы видим, как вот их обламывает это отошло, это отошло, какие-то ложные, что-то еще и в конце концов, какую-то они находят свою стезю хорошую или плохую, что-то, неважно что то есть, мы видим, что все равно они как-то, ну, судьба меня по жизни ведет, понимаете вот, какие-то ситуации тупиковыми когда в тупик, мы что начинаем искать, куда, вправо или влево, раз-раз где свет, туда мы скорее пойдем да, если вы оказались в полной тематете, куда вы пойдете малейший проблем свет, и вы пошли на свет, понимаете то есть, Кришна дает нам, либо через каких-то людей либо через сердце, либо через обстоятельства понимаете, Он нас в какие-то приводит места к каким-то людям, там, к какому-то, так сказать, там, типу деятельности допустим, я после, ну, к концу окончания школы наверное, был одним из немногих в нашем классе, как я помню кто совершенно вообще не писал, куда мы дальше идти учиться вот я серьезно говорю, мне было 17 лет, я ничего не знал хотя нормально учился, но я был в полном ступоре потому что я смотрел на все перспективы и меня не устраивала ни одна вообще то есть, допустим, мои друзья по классу один, все, я иду, там, на гражданское строительство там, на юридическое, кто-то еще я себя чувствовал полным дураком потому что я не хотел ничего из этого вот, то есть, мне казалось, что какая-то ерунда, то есть, одна, что в жизни что-то должно быть другое, что-то другое но этого другого общество не предлагало, понимаете я сидел и думал я не знаю, куда я пойти учиться, но меня не устраивает ни то, ни то, ни то, ни то, ничего не устраивает вот, и куда-то я там ткнулся первый год провалил эти вступительные экзамены пошел там на какой-то вечерний там физический факультет в университете проучился три месяца на этом вечернем заболел, и что-то так мне стало все это уже не в моготу, все это было противно и скучно, что вообще все это просто бросил, ушел от этого университета ушел работать, просто работал полгода а потом чувствую, что надо мне учиться куда? понятиями вообще никакого, ни малейшего и потом мне отец ну он переживал за меня так он говорит, может быть иностранные языки, а иностранные языки это мне всегда было интересно с детства у меня это хорошо получалось и значит, я думаю да, а что там? он говорит, а вот восточные там я думаю, иероглифы эти все китайские японские, он говорит, там не только это, там культура там интересная философия я говорю, философия, о, слово философия мне нравилось всегда, да и хотя это не духовное но там у меня произошло соприкосновение хотя бы немножко с тем, что только это там я изучал буддизм, там все какие-то вещи то есть восточная культура она на порядок глубже, чем западные все эти вещи то есть в те времена не было возможности что-то такое духовное, понимаете? просто этого не было и все нет опции такой, не предлагает общество но через это образование, допустим я соприкоснулся с неким отблеском то есть какой-то тот же самый буддизм это некий отблеск и позже я уже вышел на путь прямой понимаете, да? просто тогда не было ничего прямого поэтому, допустим, Кришна меня вывел такими окольными путями из этого ступора прямого пути не было такой факультет, там, сознание Кришны да и то, наверное, я бы и не оценивал его понимаете? мне требовались годы, чтобы все это переварить прийти к этим вещам и Кришна повел меня, так сказать, допустим своему отцу, я всегда доверял доброжелателем, был реальным мужем человеком вот, то есть окольными путями постепенно, постепенно постепенно я вышел и даже когда университет заканчивал я я опять не знал, куда работать опять не знал, в школе я не знал, куда идти учиться потому что, в конце университета я не знал, куда идти работать потому что меня, опять же, никакая работа не устраивала никакая вообще это все дубизм полнейший я думаю, куда ну, мне всегда хотелось немножко в мир посмотреть ну, все, я пошел пароход, переводчиком все, и пошел по морям, по волнам и Кришна меня там, так сказать десятки тысяч километров от Родины так сказать, в конце концов, привел к себе все там, в Австралии книжку-пум да, и первую книгу покупали то есть, где бы я так сказать не был когда пришло время Кришна и судьба стала как-то когда я ушел с пароходства, я опять не знал, чем я занимался и тут, так сказать, все таким образом поворачивается, что мне говорят, все, вот тут давай, так сказать, оповедовать, вот здесь давай, вот книги, там, прислали какие-то мне книги я не знаю, что с ними делать вообще, понимаете мне прислали в 89-ом году из Риги 500 штук этого журнала РАСА тогда выпускался ну, такой самодельный, самопайльный осмотрел на эти 500 штук с ужасом думаю, что я с ними буду делать? распространять надо? я не знал, как распространять и начали как-то потихонечку, помаленечку потом другие люди подтянулись я вот на примере своей жизни вижу, что я был реально как слепой котенок, понимаете то есть я не знал, и у меня были какие-то такие идеалистические ожидания от жизни материальная жизнь очень жесткая она не предлагала ничего из того, что я хотел понимаете, и поэтому я шел такими какими-то вот окольными путями так сказать, окольными путями от всей этой карьеры, от всех обычных ожиданий людей, и когда время пришло раз, я уже вышел на прямой то есть примерно так же идут большинство людей крайне мало людей, которые прямо они только научились говорить и они уже знают кем они будут, понимаете таких людей их очень мало поэтому вот это вот Кришна либо говорит через сердце, либо Он говорит через других людей, либо Он говорит через обстоятельства или в комбинации всех трех вариантов, может быть Поясните, пожалуйста такую разницу или грань между количеством и качеством то есть вы говорите, что Крисмана нужно звать как бы сердцем и есть учителя, которые говорят что нужно обязательно там минимальное количество кругов что это важно, то же количество то есть, может быть это имеется в виду первое время нужно долбить, лишь бы что-то почувствовать или это как инструмент играть на нем нужно чувствуешь, что нужно попеть, поешь сердце включаешь потом переходишь на количество как это понять здесь по-разному может происходить одни люди легко принимают повторения мантры сразу легко шестнадцать другого повторяют у меня это долго, например шло не сразу все ушло у кого-то совсем туго идет это дело кто-то кто-то сразу уловил настроение которому это нужно делать кто-то принял это как механический процесс который он позже смысл в том чтобы начать так или иначе соотношение количества и качества таково что обычно мы видим что количество в материальных процессах переходит в качество допустим когда человек много-много репетирует музыкальные инструменты много-много-много сначала у него пальцы там лигнутся но уже они бегают легко то есть у него количество усилий перешло в некое качество владения инструментом так же во всем то есть люди которые что-то долго делают долго это обыначает количество у них как бы раз-раз-раз у них все идеально получается качество в общем-то закон перехода количества в качество он касается также и духовной жизни потому что здесь же вот какой процесс то происходит когда мы повторяем святое имя происходит процесс очищения это обыкновенно что завтра мы будем повторять святое имя в чуть-чуть более чистом состоянии, чем вчера. А послезавтра в чуть-чуть более чистом состоянии, чем сегодня. А послезавтра в чуть-чуть более чистом состоянии, чем завтра. То есть, такая прогрессия. Мы каждый день меняемся. Если мы каждый день стоим в сопредственном скружении, это в начале, что мы стоим чуть-чуть чище. И когда мы начинаем повторять мантру завтра, через год, предполагается, что мы стали немножко чище. Поэтому повторение будет чище. Вот этот момент очень важный. то мы каждый день не одни и те же. Если мы занимаемся практикой, то получается, что мы становимся чуть-чуть чище. И соответственно восхивание становится более чище. Если можно, я хотела уточнить один термин насчёт влияния времени в материальном мире. Потому что я не первый раз слышу, но я не совсем понимаю, что за этим стоит. Это именно те кармические задачи, которые так или иначе нужно разрешать. Что такое кармические задачи? Нет, что такое именно влияние времени, когда говорят время об этом замечании? Не уверен, что понял. Вас интересует, что такое влияние времени? Да. Да, причём есть кармическая задача или нет? Ну потому что что стоит за именно влиянием времени, за этим термином? То есть что приносит время? Время даёт нам возможности, и время забирает у нас возможности. То есть время создаёт ситуации, и время потом отбирает ситуации. То есть время даёт нам шанс. Мы пришли в эту жизнь, а у нас есть ряд желаний, которые мы... То есть мы родились почему? Потому что мы не все желания исполнены в прошлом. То есть что-то у меня осталось. В прошлой жизни я умер с какими-то неисполненными желаниями. Вот. И у меня были какие-то определённые заслуги из прошлой жизни. Поэтому кармически я чего-то хотел в счёт материальной жизни, и может быть я это заслужил. Да? Вот и теперь в этой жизни я рождаюсь в какой-то семье, и мне теперь говорят, я получаю то, что я заслужил из прошлого. Вот так меня кормят, здесь я живу, в таких обстоятельствах. Для этого то, что я заработал из прошлого, я получаю. Вот. И также мне предоставляются возможности для осуществления тех планов и желаний, которые у меня остались незакончеными. Вот. То есть я предполагаю, что, допустим, у меня было такое хроническое отсутствие интереса к материальной жизни, потому что это с той причиной, что в прошлом, видимо, я уже к этой теме отошёл, но в духовном плане до конца видимо не дошёл. Поэтому сейчас родился. И с материальной точки зрения я был полностью потерянным человеком. То есть у меня не было интереса материального, чтобы такого делать. Всё было по инерции. По инерции школа, по инерции университет. Но внутри были какие-то другие ожидания. Конечно, раз, когда мои материальные желания, из-за которых я опять родился, более или менее осуществились, теперь я уже приключу с постной духовной темы. То есть кармическая задача во времени обозначает, что происходит определённая гармонизация. То есть, допустим, мы чем-то в прошлой жизни занимались, какие-то у нас навыки есть, а чем-то мы никогда, допустим, не занимались, и каких-то навыков у меня нет. Поэтому через силу времени он заставляет нас заниматься вещами, которыми, может быть, мы не очень хотим заниматься. Опять же, допустим, если себя взять, я с детских лет был очень, ну, таким достаточно нелюдимым человеком. То есть, ну, как в детстве я, конечно, общался, там были друзья. А потом был какой-то период, когда я, как бы так, немножко как-то вот отходил, и для меня было самым, пожалуй, сложным испытанием в жизни, выступать на людях, вот говорить. Там как-то меня, когда вызывали в школе к доске, там что-то ещё, для меня это было тяжело. То есть, мне это не нравилось ужасно вообще. То есть, когда на меня там смотрят или где-нибудь там на виду, то есть, я всё время куда-то в сторонку, так сказать, старался спрятаться. И, тем не менее, судьба меня так вела по жизни, что, конечно, меня выводил всё время в какие-то вот места, где я стал начальником, сам того не ведая себя, потому что там, ну, на судне, когда я работал, ну, как в своей иерархии, одного человека, который был моим начальником, что-то там произошло, короче, его резко с судна списали, отправили, а они поставили на его место. То есть, я сам-то вот, не жилая, вдруг стал начальником. Понимаете, в чём подчинение, там совершенно много народа было. Вот. Потом, так сказать, он меня стал выводить на всякие, я был там этим ведущим русского шоу, наверное, был на этих, на пароходах юристических. Там куча иностранцев, всё и наши там пляшут и поют, там всё это, а я, как это, ведущий, переводчик, да, всё это. Вот. Для меня это было жутким испытанием. То есть, я не любил никогда вот это всего на сцене, я, конечно, просто готовил, понимаете, потому что теперь я легко и спокойно как-то перед людьми изъяснялся. А раньше людьми это было жуткое дело. То есть, я не мог себе представить вообще себя в таком амплуах, понимаете. Вот. И поэтому, скажем так, кармическая задача состоит в том, чтобы научиться некоторым вещам, которых мы никогда не умели, с одной стороны. Это для гармонизации материальных способностей. Вот. А теперь второй, как бы, элемент. Это, как это всё связать с духовной целью. То есть, с одной стороны, развитие определенных материальных навыков. Вот. Но материя без духа, она бессмысленная. То есть, достижение просто того, что я стал такой материальной, гармоничной личностью, ну и что? То есть, это, как бы, не является самой целью. То есть, это некая платформа. Вот я, допустим, стеснялся говорить, выступать. Ладно, научился хорошо. А теперь это выступление моё перед людьми нужно связать как-то с высшей темой. Понимаете. Поэтому раз Кришна дал мне, скажем, духовную тему. Теперь я могу говорить на эти темы. Всё. То есть, в этом смысле я исполнил своё кармическое предназначение во времени. Ну, там с астрологией всё это время связано. То есть, допустим, там вот такая планета, как Раху, она отличает как раз за кармическую задачу. У меня Раху в третьем доме. Третий дом – это рука. Ну и, значит, что рукой делают там обычно? Пишут, да, письмо. У меня с детства был ещё жуткий почерк. Вообще, иногда я отпишу. Я сам не могу прочитать, что я написал в пароль. Очень непонятные почерки. Раху в третьем доме. Вот. То есть, для меня, можно сказать, задача такая материальная чистописание. Или вообще, пиши, 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 пиши больше. Раху включается в 41-42 года. В 42 года иду я по улице, вот. И столкнусь с одним человеком, которым когда-то был так, немножко знаком. Он оказался редактором там журнала одного. Он говорит, слушай, говорит, вот у меня журнал, там, Восточный базар. И это самое, я знаю, тебе есть что сказать. Давай ты будешь это самое, каждый месяц рубрику, там, статьи писать. Вот так вот, на улице, бомб, лоб в лоб. Я вообще от дара речи решился. Я говорю, ну, я сейчас не смогу тебе ответить, потому что я не уверен. И он говорит, ты еще должен платить. То есть, я должен платить за то, что статьи, не он мне платить, а я должен платить за то, что... Я говорю, слушай, ну ты с меня статьи требуешь, да еще и деньги. Я говорю, я не знаю. Я говорю, ну я подумаю. Вот. И через неделю ко мне подходит один человек из преданных, говорит, ну, говорит, тут у меня неплохой бизнес развивается, я готов давать вот такие-то деньги там. Куда их можно подавать? У меня сразу эта мысль раз-две срослись. Один с меня требует статьи вместе с деньгами, а этот человек предлагает деньги. Я говорю, о, все, видимо, это план Кришны. Я ему звоню этому редактору и говорю, все, он говорю, спонсор нашелся, говорю, я готов. И, значит, вот, у меня 42 года было, включился. И 6 лет, я как проклятый, писал эти статьи, каждый месяц, каждый месяц, 65 статей написал, все, выдал. Все. Возраст ваху закончился, я ему говорю, слушай, Игорь, я исписался, все, я уже не могу. Все. Кармическая задача выполнена. То есть, я учился чисто писанию, я учился, так сказать, общаться с людьми тоже. Это третий дом, так сказать, гороскопа, коммуникабельность и так далее. Я могу сказать, что я свою кармическую задачу, все, выполнил. Ухожу на пенсию, кармическая задача. Но смысл в том, что я ее, в конце концов, связал с Кришной. Понимаете? Поэтому здесь несколько измерений есть в этом вопросе. То, что, первый момент, это то, что мы должны делать какие-то некоторые навыки в материальном плане. Это первый, базовый уровень кармической задачи. А второй, это связать их уже с Кришной. И для того и для другого требуется время. Поэтому, если бы не было времени, ну что, что, о чем мы можем вообще говорить, когда нет времени? Когда они говорят, у вас пять минут, да, и что из этих пять минут скажут? Да. Есть вопросы скайпа? Вопросы скайпа? Да. А мы сейчас в прямом тире находимся? Да, да, да. Что ж меня не предупредили? Я не знал. Я не знал. Как приобрести вот это настроение бхакти, когда вы говорили, то есть молитва, да, не на автомате, а вот чтобы сердцем молиться. И в дополнение вопроса, вот как раз с духовным учителем, чтобы себя связать, вот в чем разница между духовным учителем и наставником? Ну, может как-то. Между духовным учителем и наставником нет никакой разницы? Это одно и то же. Наставник – это хитрый современный способ. Если вы переведете слово наставника на санскрит, что такое наставление? Наставление на это означает шикша – наставление. Дающий наставление наставник – это Шикша-гуру. Между Шикша-гур и Дикша-гуру нет никакой разницы. В читании черетамы, кто-то проводит различия между Шикша-гуру и Дикша-гуру, Он совершает оскорбление как из-за преданности женщин. Между Шикши-Гуру и Дикши-Гуру нет никакой разницы. Потому что и тот и другой являются представителями Кришны. Они просто выполняют немножко разную работу. Но и тот и другой являются представителями Кришны. Поэтому наставник и гуру это абсолютно то же самое. Другое дело, что в ускоренность такое понимание, что гуру это человек официально, может быть, санкционированный, имеющий статус официальный. Это уже чисто организационный момент, который к самому духовному процессу отношения не имеет. Потому что даже если человек не получил еще связи с официально уполномоченным лицом, с учителем, он может развиваться духовно следующее процессу под руководством так называемого наставника, который есть не кто иной, как Шикши-Гуру. Поэтому эта разница между ними, между наставником, так называемым, и Дикши-Гуру, исключительно организационная и не более того. Это тоже важный момент, но он к самой духовной жизни, к прямому отношению больше чисто такой, ну, может быть, статус полномочий в организационной сфере. Что касается второй части вопроса на поводу того, как приобрести это настроение, настроение это то, что мы впитываем в себя. Допустим, если вы слушаете какую-нибудь, ну, такую минорную музыку, вы тоже пропитаетесь этим настроением. Или наоборот, если вы слушаете, ну, как, если похоронный марш, у вас будет тяжело на сердце, да? А если вы будете там какие-то такие бодрые военные марши, то что у вас, наоборот, будет такой приподнятый дух, да, вперед. Вот, то есть настроение это то, что мы принимаем от других людей. Вот, поэтому, почему и рекомендуется нам слушать воспевание чистых преданных, как они поют, понимаете, как они молятся. Вот, что за тем внешним действием, которое они совершают, именно этот вот дух присутствует, дух бхакти. Вот, почему говорится, что даже одно мгновение общения с чистым преданным может изменить нашу жизнь. Лава-матра, ценность даже мгновения общения с чистой личностью. Вот, именно потому, что за это время можно получить вот это вот, как настроение бхакти. Вот, предположим, можно за одно мгновение получить какую-нибудь страшную заразу, понимаете, чуму, спит или еще что-нибудь. За одно мгновение можно получить. А можно за одно мгновение получить, конечно, бхакти. Вот, другое дело, что, может быть, мы за одно мгновение не можем его вырасти, но получить семя бхакти, это можно быстро. Допустим, мы знаем, что как Нарада Муни, да, Да, вот он общался с этими мудрецами, хотя сам он еще был совсем, можно сказать, молодым человеком, 5 лет, да, вот, но вследствие своего какого-то служения, такого бескорыстного отношения он получил их милостью, а все остальное просто у него вырастил эту милость и стал тем, кем мы его знаем сейчас, народом. Как не заразиться, общаясь с непредными? Если вы попали в какую-нибудь зону, где какая-то эпидемия, что-то какая-то зараза там присутствует, да, как вы сможете избежать этого? Ну, какие-то прививки, да, какая-то рацина, вот, то есть не общаться с материальным миром мы реально не можем, мы все равно, как говорите, общаемся по работе, там, по всяким разным делам. Что может служить этой прививкой? Индивидуальная духовная практика. То есть когда мы каждый день впитываем в себя вот эту духовную энергию через индивидуальную свою садуну, садуну, индивидуальную практику, другого ничего нет. То есть мы не можем от материального мира наградиться всем. Или, допустим, как вот люди, в нашем теле много разных болезней, но кто-то не болеет. Почему? Иммунитет сильный. Иммунитет. То есть какие-то вирусы, бактерии могут быть, но сильный иммунитет, он охраняет человека, понимаете? Точно так же вокруг нас много разных неблагоприятных влияний. То есть у нас сильный духовный иммунитет, тогда мы не подвержены. Что такое сильный духовный иммунитет? Это то, что и формируется в процессе нашей практики. То есть оно защищает тоже от критики, допустим, много критики даже на работу. Это практика тоже, которые регаты защищают нас от... Да, это как зонтик. Вы идете как зонтик, который защищает вас ПВО, противовоздушная оборона. Там что-то летает всякое разное, но у вас вы защищены. Может быть, будет немного неместный опрос, у меня тревожит уже много времени. Я не могу никак понять, почему... Как же это объяснить? Как я понимаю, самая главная личность — это Вишенка. Это именно Бог, именно самый главный, самый сильный. А Кришна — это... Как это, по-моему, скажешь? Приход Его на земле, Его физическое прихождение после пожертвования. Воплощение. Воплощение, вот, да. Почему такое большое преклонение идет именно воплощение материальному, а не именно самому, самой энергии высшей самой Вишны? Это палка. Это палка. То, что вы сказали, такое понимание можно вынести из современного индуизма, но не из ветв. Между современным индуизмом и ведами есть праздница. Современный индуизм — это такой, знаете, непереваренные веды. Плохо переваренные веды. Это современный индуизм. Ты не поймешь, что. И иногда, да, мы слышим такие утверждения, что Кришна — это восьмое воплощение Вишны. Нигде не говорится, что это материально. Нигде. То есть иногда некоторые говорят, что его тело состоит из сад-вагуны. Это форма материализма. Потому что в шастрах такого нигде не найдется. То есть его тело может казаться материальным. Казаться, он не является таковым. И так это не является материальным воплощением. Пункт первый. Второе. Значит, мы можем услышать действительно такое утверждение, что Кришна является восьмым воплощением Вишны. С другой стороны, если вы откроете такое описание, как Брама Самхита, которое Господь Читания нашел в Курмастане, значит, Брама Самхита говорит противоположные вещи. Что начинается с того, что на Ишварах, Парамах, Кришна, Сад-читананда, Виграха, Ганаде, Раде, Гувинда, Сарва, Карана, Каранам. То изначальным повелителем Ишварах, Парамах, то есть среди всех Ишвар, повелитель Ишварах, Парамах, Высшим, Ишварах, Парамах, Кришна. Среди всех повелителей, Ишварах, Кришна. Его тело, Сад-читананда, Виграха, это форма из полновечной знания блаженства. И он, что является, Анадир, Адир, Гувиндам, Сарва, Карана, Каранам. Он является причиной всех причин, хотя сам он не имеет причин. Если дальше мы будем читать, то мы выясним, что первое, что исходит из Кришны, именно из формы Кришны, это Баларама. Из Баларамы исходит такая форма, как Маха Санкаршана. Из Маха Санкаршана исходит так называемая Чатур-Вьюха, это Васудева, Санкаршана, Апрадьюмна и Анирутха. И дальше, только потом уже появляется Маха-Вишну, Мивишны, все эти остальные формы. И в одном из стихов Грахма Самхиты говорит, я поклоняюсь Гувинде, из которого исходит Маха-Вишну, из которого исходит Вселенная. Поэтому Веды – это тайна за семью печатями. Если мы читаем на одном уровне, может показаться, что Кришна является формой Вишны. Это примерно то же самое, что, допустим, я построил дом, и теперь сам выхожу из этого дома. Можно сказать, если вы видите меня выходящим из дома, значит дом породил меня, правильно? Но построил дом кто? Я? Поэтому, если мы фиксируем меня на стадии моего выхода из дома, окажется, что дом породил меня. А если мы дальше построим, кто построил дом, тогда понятно, я могу выйти через дом, построенный мной. Поэтому Кришна может проявиться через Маха-Вишну, которая является его экспансией. Поэтому вопрос, с какой стороны мы читаем, с кем мы связаны. И, естественно, если, допустим, кто пишет, допустим, учебники по индуизму? Обычные материалисты, санскритологи, эндологи, которые знают санскрит на самом поверхностном уровне. На самом поверхностном. То есть они не владеют темой, они владеют языком на каком-то поверхностном уровне, но они не владеют темой. Поэтому они переводят, только когда, скажем, первую стружку сняли, на самом поверхностном слой перевода. А санскрита так переводить нельзя. Санскрит это не какой-то мирской язык, который можно взял и выучил сам. Нет. Санскрит это язык очень многоуровный. И его невозможно понять, если человек не посвящен в тему. А невозможно быть посвящен теме, не будучи посвящен в духовную традицию. Поэтому индологи и санскритологи, они знают индуизм и санскрит на поверхностном уровне. И поэтому их переводы читают люди и говорят, а, ну понятно, тут Вишну Верховный, Кришное воплощение. Нет, вообще-то Вы Кришное воплощение. Это неправильно делать. Давайте наоборот. Давайте читать веды с переводами людей, посвященных традициям. Забудьте убить совершенно иначе. Можно вопрос, касающийся темы, которую мы проходили в среду, про счастье, про то, что счастье — это высшее знание, потому что высшее знание, оно даёт реальное счастье. И просто хотелось бы немножко побольше узнать информацию о том, как можно сделать так, чтобы все остались счастливыми, то есть как можно в любой ситуации удовлетворить всех, при этом совершить правосудие. Потому что во многих ситуациях появляется желание установить какое-то правосудие, даже если понимаешь, что в принципе все правосудие его совершит Кришна. Как совершить правосудие, чтобы все были довольны? И одновременно удовлетворить желания всех. Похоже, что вы хотите чего-то нереального. В этом материальном мире невозможно всех удовлетворить, всегда быть кто-то недоволен. Даже самым справедливым приговором, даже их пытаются обжаловать, самые справедливые приговоры, кто-то пытается. В общем, с одной стороны, Пархупада сказал, что если вы хотите удовлетворить все листики, веточки и цветы на дереве, поливайте корень. То есть корнем всего является Кришна. То есть если мы служим Кришной, то все находящиеся на его дереве получат удовлетворение, хотя может быть они и не сразу это понимают. Если говорить, это такая общепринципиальная схема. Если говорить более, скажем так, узко, когда вы говорите, что хочется в какой-то ситуации установить правосудие, и при этом, чтобы все были счастливы, для этого нужно иметь разум, как у Ямараджи, как у Параматны. Понимаете? У нас такого разума нет. Поэтому, опять же, если решение принято ради духовного блага всех живых существ, и у людей есть духовный разум, оценить справедливость этого решения, тогда да. Но если вы действуете на духовном уровне, а люди понимают ваши действия на материальном уровне, то получается, что они их не оценят, потому что, скажем так, ваш посыл, он на другом уровне, то есть они его не регистрируют с их мозгами, понимаете? Потому что если они, допустим, только вот в сфере мыслит материальной энергии, то ваше желание, скажем так, принять какое-то идеальное духовное решение, чтобы все там получили духовное благо, не обязательно в материальном плане они эту духовную благо получили, а люди не настроены на это, то они вряд ли это оценят, понимаете? Поэтому надо решать задачи все-таки своего уровня, ту задачу, которую сформулировали вы, я не знаю, что вы можете решить. То есть, допустим, Бахти Венот Тхакур выступал в роли магистрата, мирового судьи, который каждый день принимал где-то шесть-семь дел разбирал, можете себе представить, да? Вот представьте себе, как работает наш какой-нибудь подобный розыск, да? У них там, ну, очень много дел висят, и там, ну, трудно, что-то там, на каждое дело расследование, там, не знаю, месяцами, может быть, не годами расследование делает. Он решал по шесть-семь дел за один день, в одиночку, понимаете? Это какой нужно иметь разум, понимаете? То есть, он выслушивает обе стороны, человек с такой очень высокой духовностью, он мгновенно понимает все те причины, которые привели к той или иной ситуации, и выдает на основе Священных Писаний абсолютно точное решение, с которым все согласны. Но люди согласны, потому что они как раз регистрируют и материальные, и духовные, понимаете? Потому что общество, где и духовные, и материальные ценности, в том обществе, где люди, движимые исключительно материальными ценностями, какое-то решение ради их духовного блага, оно не может быть правильно оценено, понимаете? Потому что люди в другой системе ценностей живут. Вот поэтому, если вы это серьезно, то я как бы удивлен такой постановкой вопроса, потому что, ну, это задача такая, как бы для суперменов, что называется. Ну, может быть, я неправильно выразилась, вот конкретная ситуация, допустим, если есть кто-то, кто, поступает неправильно, да, появляется желание противостоять этому же, то есть человек, который несет по себе вот этот вот посыл, да, но применяем как бы принцип того, что, в принципе, без счастья, без знания не может быть эволюцией, начинаешь думать немножко по-другому, да, то есть уже подавляется, эта идея, она подавляет желание противостоять. вот как с этим жить? Что материальный ум, он, скажем так, болезненно реагирует на несправедливость, да, желание на несправедливость, а духовный разум говорит о том, что, а? Духовный разум говорит, что эволюция заключается в счастье, то, что с помощью насилия невозможно достичь. С помощью насилия невозможно достичь. Здесь нужно просто-напросто принимать решение согласно месту, времени и обстоятельств. То есть люди, которые способны оценить ваш духовный посыл, с ними вы на одном уровне разговариваете, а когда вы видите, что перед вами какое-то примитивное существо, которое не понимает ничего, кроме силы, или, допустим, чего-то еще, значит вы говорите с ним на его языке, понимаете? Вот, допустим, если какая-нибудь там собака, ее, может быть, даже иногда можно там где-то и ударить, потому что она другого не понимает языка, а с людьми можно договариваться, допустим, да, вот, поэтому все зависит от того, с кем вы, в какой ситуации, и наш разум, он может работать на уровне духовном, может работать на уровне материальном, здравовосмысленном, вот, и поэтому, в каждой ситуации вы включаете одно или другое, в зависит от того, кто перед вами. Вот вы говорили, что Кришна управляет всеми силами и деятельностью по-моему, и вот хотел бы немножко понять, как осуществляется это управление, то есть его принцип, то есть это же осознанно они это совершают за счет своей преданности. Как Кришна управляет полубогами всеми теми? Да, то есть они понимают его волю и за счет своей преданности они ее выполняют, так происходит? Да, то есть они прекрасно знают своего начальника, любой человек, в какой бы он системе ни находился, он знает, кому он подчиняется. Грамачарь в храме знает президента храма, президент храма знает регионального секретаря, региональный секретарь знает своего GBC, то есть каждый знает своего начальника. Люди должны, как минимум, если они даже не знают верховного, как минимум нужны к полубогу. Полубоги уже знают того, кто выше. То есть каждый действует на каком-то своем уровне иерархии. Не все не всегда осознают вершины иерархии, но они на каком-то своем определенном уровне действуют. Поэтому полубоги, да, они действуют осознанно, они понимают, что они делают, они понимают свою роль в этом вселенском правительстве. Именно именно поэтому они на этих должностях. если бы у них не было такой квалификации, они не попали бы на эти должности. А принцип дистанционного управления, ну, мы всем его владели, пульт есть, пульт на расстоянии, нас включили, переключили, дистанционно управление. Также Кришна дистанционно управляет полубогами. То есть все же неосознанно, да? Неосознанно это происходит. Как? Это происходит неосознанно для них. Почему неосознанно? Они знают, на кого они работают. Они знают наизусть все Пуруша-сукту, эту молитву Вишну из Ригведы. Потому что периодически, я бы сказал, они приходят на берег молочного океана, на Шведа-Двипи, на полярной звезде. И они общаются с Вишнью. они поют эту молитву по прошлому суду, обращаются к нему, отвечают. То есть они знают, где они находятся. Это происходит неосознанно. Да, то есть в целом они все снают, но вот именно в моментах деятельности, когда происходит изверхление ветра, то есть это происходит по воле вот этой силы, да, вот это подстоять. Есть определенная в каком-то месте какая-то кармическая ситуация, да, то есть там накопилось много греховных каких-то поступков и так далее. Вот, Кришна не хочет увековечивать грехи. Он через закон кармы восстанавливает справедливость, вот, и люди, которые чувствительны к этим вещам, они понимают, что все не просто так, все происходит по определенным причинам, вот, и поэтому если где-то там, ну не знаю, ставьте себе какие-нибудь хулиганы там, или какие-нибудь такие ребята где-нибудь там что-нибудь расписали стены там, какими-то неприличными надписями, да, положим, а как среагирует местное правительство, вот, ну, ребят попытается найти, конечно, а тем временем пошлют других, чтобы они все это закрасили, правильно? Все это было ликвидировано. Вот, точно так же, когда живые существа в каком-то месте грешат, значит, Кришна посылает туда определенные силы, которые, скажем так, плоды их вот этой вот греховной деятельности разрушают. И, если они восприимчивы, то через разум они понимают, что это следствие определенных причин, даже если они не понимают, вот, им приходится принимать это, потому что не принять это высшую люди не могут. Вот, когда люди понимают связь причин и следствия, но даже если они не понимают, как говорится, незнание законов от ответственности не освобождают. То есть, Кришна направляет, и когда они оказываются на месте действия, они уже, как бы, сами знают, что делать? Конечно, они же квалифицированные личности, без квалификации их на этот пост не поставят. Если человек имеет какую-то, если он где-то работа, то он прошел обучение, он знает, что он делает. То есть, говоря, что это он совершает всю деятельность, он направляет, и дальше они уже запрограммированы делать все остальное. Да, то есть, он дает импульс, дает программу, даже это не сам Кришна, Кришна такой ерундой не занимается, это параматмой занимается, Вишну там материальным именем. Вишну, параматмой это вот рабочий аспект. Кстати, еще к вопросу о соотношениях Кришну и Вишну. Вишну, у него, видите, рабочие символы, булава, чакра, лотос, раковина. То есть, два из них он наказывает демонов, да, чакра и булава для наказания оружия. А, значит, двумя он там благословляет. У Кришны, что в руках? Плейта. То есть, Вишну это рабочая хора Бога. Вишну это Бог на работе. Кришна развлекается. Он не работает. Свободен. Более того, он выше Вишну по расе. С Вишну раса это типы отношений. С Вишну, возможно, шанта раса нейтральные взаимоотношения, благорение, почтение на расстоянии. Дасия, служение в роли слуги. Все. С Кришной возможно. Кроме этого, сакья, дружба, пацалия, отношения родителей и детей, и матхурия. По расе он тоже выше, чем-то человечество. Спасибо. Вот еще у меня давно уже был такой вопрос. Извиняю, что я монополизирую ваши отношения. Вот. То есть, когда душа хочет как-то себя реализовать, то есть, в духовном мире, когда она находится и решает, что хочет родиться в материальном мире. Или она не мыслит так, то есть, как бы, душа просто как бы испытывает определенное желание в какой-то момент. И Кришна дарит этой душе целую Вселенную. То есть, он каждой душе дарит Вселенную. А это откуда-то такая философия? Ну, потому что говорят, что когда мы приходим в материальном мире, то как бы первое положение, которое мы занимаем, это положение Браха. А, в этом смысле. Вы дарите Вселенную, в смысле, как делает живое существо отцов. В этом смысле можно сказать, да. Вот. А как бы кто населяет эту Вселенную? То есть, получается, что те уже, которые там деградировали дальнейших форм, они приходят из одной Вселенной в другую, то есть, они приезжают в эту Вселенную? Не обязательно могут в одну Вселенную прожжаться. Проблема понимания таких вопросов состоит в том, что ум обычно мыслит категориями начала и конца. Некая нулевая точка, да? Первый Брахма появился, пришел, вот тебе Вселенная, пускай, никого нет, не обусловленная душа. Такой ситуации не было. То есть, потому что мы мыслим какими-то стартовыми категориями, начало и конец. Этот же процесс происходит вечно, всегда. Понимаете? всегда существуют какие-то вечно обусловленные души, которые, то есть, нет точки ноль. Они переходят из других Вселенных? Обязательно, они будут в одной Вселенной раздаться. Переход из одной Вселенной в другую, это нельзя не взять чем-то обязательным. Достаточно Вселенных, вот почему-то, почему, допустим, в городе строительство, да? Почему строят дома? Может, есть какие-то живые существа, которым нужно где-то жить. Вот все. То есть, почему существуют разные Вселенные? Потому что есть определенное количество душ. Вот они в одной, в другой, в третьей, так далее. Это просто как, ну, вместилище нити, что ли. Понимаете? Если у вас, допустим, если вы разводите каких-нибудь там рыбок, да? У вас будет много аквариумов. Там, там, там. Каждая аквариум своя Вселенная. Зачем много аквариумов? Ну, рыбок много. Точно так же существует много Вселенных, потому что много живых существ, и чтобы не было такого стопотворения, да? дается какое-то пространство каждому. Поэтому это не обязательно, что, конечно же, вы, если что, можете с города в город переезжать, так же, может вам с одного города будет переезжать. Сделание в этом. В чем ваш вопрос? В чем все эти вопросы? Вы хотите понять, кем управляет Брахма в пустой Вселенной? Да не бывает пустых Вселенной? Нет, не бывает. Конечно, это понятно. То есть, откуда они берутся? То есть, это не те, которые вот только что пришли потерять... Здесь рецидивисты, понимаете, вращаются. Такие закоренелые. Ни те бадхи, вечно обусловленные души. Говорится, что вот утренняя молитва, Махамантра, допустим. А молока горячего? Мы повторяем Махамантру с утра для того, чтобы подготовить сознание на день, то есть, ну, понятно, настроение как взять. И вот то, что Шива-Подпада давал для греха, ну, для занятых людей разделять по 4, ну, 4 утром, соответственно, после завтра, после обеда, вечером, да? Получается, что вечернее повторение, оно для чего? Если мы повторяем, мы сразу ложимся спать. То есть, к чему мы подготавливаем наше сознание вечером, получается? Это, скажем так, ну, вынужденные меры для людей, которые, ну, реально, которые заняты каким-то обстоятельством. Вот. Да, от этих таких уже кругов, которые человек уже там позёвывая, глядя на часы, уже там, сказать, в таком полуубрачном состоянии дочитывает эту джапу, она такая. Может быть, не так много толку, но это приучает человека следовать своему обету. И предполагается, что настанет тот день благотворный, когда всё-таки человек сумеет это, ну, как-то уже с вечернего времени перенести на более благоприятное. Вот. Потому что, ну, грехаска, это тоже, так сказать, не вечный ашрам. Ну, и даже грехаски некоторые умудряются всё делать. Ну, у всех по-разному. То есть, смысл в том, что это некое, ну, компромиссное, что ли, решение, вот, не идеальное, но допустимое компромиссное решение в силу обстоятельств определенных. Вот. Но завершить это неплохо, чтобы у нас было вот это вот ощущение обязательств, что мы пообещали, поэтому мы должны это сделать. У меня есть два вопроса, есть по-трибингу. Один вопрос, такой, который я слышал в нашем смысле. Есть один стих, я, к сожалению, не смогу точно процитировать и сказать, откуда. Но читание Челетам и Теон точно есть. О том, что Господь глухому живому существу даёт то, что оно просит. Но если живое существо снова и снова это просит, и это что-то, что уведет его от Господа, то он, вопреки его желаниях, даёт ему желание это забирательное, по-моему, и даёт ему прибежище своих лотосных слов. И там вот даже это слово было, аминь-чаха, или что-то в этом роде, что-то вопреки желанию. А как же быть, он же нашу свободу более уважает, это, наверное, такие уже личные отношения должны быть с Господом, что было вопреки желанию, что-то сделать, вообще какой уровень, как это по ней отмаживать? Обычно Кришна не вмешивается в нашу свободную волю, но когда он видит, что живое существо уже на пути к нему, уже на пути, то здесь он видит, что когда живое существо в принципе идёт к Богу, но просто где-то там он очень попутно влипло в какие-то материальные обстоятельства, вот, и с этими материальными обстоятельствами какие-то разные там, реальные желания и так далее, вот тут уже Кришна может, так сказать, не то, что вмешивается в свободную волю, а он просто немножко ускоряет процесс, то есть не то, что он какого-то демона взял противоволи и сделал преданную, это вряд ли, вот, то есть это обычно ситуация с такими, может быть, не очень решительными преданными, которые идут к нему, но также, так сказать, они залипли немножко в материальных обстоятельствах, вот, поэтому, действительно, чтобы акселерировать, то есть ускорить процесс, иногда Кришна, вот, сказать, где-то он в чём-то может потакать, а иногда, когда он видит, что живому существу не хватает его личной решимости, вот, он может, так сказать, немножечко, ну, уже и подтолкнуть его сильнее, то есть это не будет принципиальное вмешательство в свободу воли, это просто цель чуть-чуть ускорить прогресс, вот и всё. Вот это не хватит, так что у нас климит на каких-то вещах, да, но мы сами понимаем, что нам это не нужно, он на земле. и мы хотим вот этого избавиться, но не можем. Да, не хватает решимости, поэтому Кришна, видя нашу нерешимость, Он нас подталкивает. У меня ещё был вопрос был уже в другой сфере по поводу брака. Есть такая цитата, что не надо быть матерью, отцом, духовным учителем, может быть, ещё кем-то, если ты не можешь своим подчинённым даровать освобождение, а с другой стороны, часто брак расслабляется как своеобразный костылик. Для людей, которые... Так что? Как какой-то костылик. Подспорье. Подспорье, да. Для людей, которые не могут справиться с своими желаниями, ну, тогда, даруются войной без вот вам, пожалуйста, женитесь. Или для того, чтобы человек не укоренялся в своём агаизе. Получается, действие человека из вступает в отношения именно с этой целью, то, скорее всего, с высшей целью быть освободителем, там будет справа. Я понял. Вопрос... Я его кратко стабилирую. На благо тех, кто слушает записи. То есть, есть утверждение от Гурорна Сосиад, Питана Сосиад, Сладжинона Сосиад. То есть, не становись ни учителем, ни родителем, не почитаемым Богом, если ты не можешь освободить своих подопечных. То есть, как бы, такие высокие, высокие, да, стандарт для того, чтобы стать тем же родителем. С другой стороны, брак иногда рекомендуется, как вот, для тех, кто не способен контролировать чувства, и так далее, как это все совместить. В шастрахе есть разные наставления для разных людей. И, скажем, это утверждение Гурорна Сосиад, Питана Сосиад, Сладжинона Сосиад, не становись ни тем, ни другим, ни третьим, если ты не сможешь освободить. Это, пожалуй, наставление такого высокого порядка. Высокого порядка. То есть, для людей с такой, пробужденной ответственностью. То есть, они, допустим, прочитав его, подумают десять раз, значит, способны ли они освободить своих детей и так далее. Но, если человек не является столь возвышенной личностью, то у него немножко другая задача. Задача сейчас будет не других освобождать, а самому прогрессировать. Поэтому, допустим, если у человека какие-то там, ну, проблемы с контролем чувств в Брамачаре, ашами, да, ему рекомендуется греха с хашем. Как ашем, где, скажем, ну, есть некоторая лицензия, скажем так, новое утворение чувств. В рамках правил, да, в рамках традиций и культуры. Вот, то есть, этому человеку, ему сейчас, может быть, сложна, нельзя цитировать этот вот стих, вот, что там есть ни тем, ни тем, ни этим, понимаете? Потому что у него немножко другая задача. Ему нужно сейчас как бы избавиться от решить задачу своего уровня. Своего уровня. Вот, поэтому есть наставление для возвышенных личностей, есть наставление для, допустим, личности пониже уровня, как тут Ченаке Паггит говорит, что если вы думаете отправляться в путешествие или не отправляться, сомнение у вас есть, не отправляйтесь. Если вы думаете есть вам или не есть пищу, не ешьте. Если вы думаете жениться или не жениться, жениться. то есть прям противоположное отдаёт наставление. Вот, потому что, скажем так, эта тема, она имеет свои временные рамки, понимаете? То есть, вот, для брака лучшее время это там, ну, с наступления какой-то зрелости, там, 20, для женщин, там, пораньше, может, для мужчин чуть похоже, до там, 50-55, вакшу там, всё, то есть, потому что в этом, в этом ашраме есть программа, дети, да, всё, если там дети рождаются, когда уже людям там, 40-50, уже сложно, понимаете? уже сложно, там, сложнее потом будет принять, там, напраску, сложнее, там, воспитывать, всё, поэтому здесь есть как бы определенные такие временные ограничители, время не ждёт, понимаете? вот, в этом смысле, что, правопада говорил чётко, если вы почитаете первую песню Шимадбагава, там, там, в одном из комментариев, ближе к концу первой песни, когда там уже идёт, ну, там, Кали-юга описывается, значит, и там, в одном комментарии, он прям такую программу для общества пишет, да? И там, одним из пунктов является, значит, все там, женщины, достигшие, там, 16-18 лет, мужчин, достигшие 24-х лет, должны вступать в семью, и так далее, в общем, целую такую программу он там пишет, почему? То есть, там он не пишет, урожные сосядки там, потому что, если этого не произойдёт, в то время, когда, достигнут полной половой зрелости, значит, будет использование этой энергии неправильной, понимаете? В рамках брака, это уже, как бы, какие-то определённые, в рамках какого-то закона происходит, понимаете? То есть, уже происходит какое-то определённое очищение, потому что брак, всегда сопровождается чем? Ответственностью. В то время, как, когда люди удовлетворяют эти желания вне брака, они пытаются удовлетворять их в рамках безответственности, таким образом, они деградируют. А когда они удовлетворяют те желания в рамках брака, они не деградируют, поменьше, понимаете, потому что все в рамках закона. И если вот вопрос, люди сами там слабые на таком чувствном уровне, вот, окей, им сейчас мы не можем говорить, там, вы должны освободить своих детей, им сейчас надо самих себя освободить, понимаете, на начальном этапе, пройдя какую-то карму, вот, но люди, которые более высокого порядка, для них более высокие наставления. Почему все-таки люди забывают свою карму? То есть причину, как бы, вот, своей кармы, или самую карму, правильно сказать? Прошлая жизнь? Да, почему все забывают? То есть мы живем, не понимаем, что... Почему забывают? Потому что Кришна дает забвение, Он говорит, Сарваса Чахам Хридисаня Виштонам Ах Смиртем Гьянам Пуханам Ча. В его сердце каждого от меня исходит знание памяти забвения. Мы сами ничего не можем не вспомнить, не забыть. Если мы что-то забыли, значит, Кришна забрал. А если Он забрал, значит, в этом есть необходимость. Он оставляет нам память о прошлом в форме убеждений. Нам нужен собирательный ряд, понимаете? Если, допустим, шли какие-то долгие вычисления, там, да-да-да-да-да, куча-куча-куча-куча, в конце концов, важно ИТОГО. Вот это ИТОГО, это обозначает наш совокупный опыт прошлой жизни. ИТОГО мы получаем. Понимаете? И у нас уже с детства это мне нравится, это мне не нравится, хочу-не хочу, это уже опыт прошлого. А все промежутные решения, зачем мне нужно? Загружать память вообще все равно. Чтобы мне загружать память? Конечно, зачем это нужно? Память для другого предназначена. Зачем вам весь, так сказать, позитивный, негативный опыт прошлой жизни? У вас есть кристаллизация опыта и ТОГО, к чему вы пришли, в конце концов. Да. То есть даже вот как бы с опытом этого дня иногда будет сложно справиться. А если еще и все остальное помните? Да. То есть обычно очень много воды в жизни. Когда мы все отжимаем, оставляем вот кристаллизованный опыт, все равно, понимаете? То есть в любом процессе, куча вот допустим, вы готовите пищу, да? Все эти очистки там все, вы же не оставляете, правильно? Вам нужен готовый продукт, а все остальное это мусорный алидор, запах. И когда мы попадем в духовный мир, мы будем обо всем этом помнить? Зачем? Или это будет как такое призрачный, страшный какой-то сон? Ну, первая жизнь преданного, она и не призрачная, и не страшная. Не, ну как бы до этой же жизни много чего другого было. Ну, мы сейчас не помним свою прошлую жизнь. Зачем? Кришна заботится, он стирает дурную память, а? Но всегда или? А зачем вам это нужно? Например, чтобы обратно не вернуться с ним? А за это можете не волноваться, он говорит, «Мамо, Петя, Кунарджан, Майонайте, достигнув меня, больше не возвращайтесь с вами». Да. Болова 18, стих 15. То есть количество душ должно уменьшаться? Они достигают Кришны и новых не появляется. Количество душ бесконечное, поэтому просто увеличение, уменьшение он не стоит. Это опять же стереотип ума. Уменьшается, увеличивается. Когда мы имеем дело с бесконечным множеством, здесь ничего не увеличивается, не уменьшается, оно бесконечное множество. Вот это сложность понимания всех этих вещей. Потому что калькулятор нашего разума, он не справляется с бесконечными величинами. Он может оперировать только с конечными взаимозависимыми понятиями. Что же нам делать? А? Что делать? Решать задачи своего уровня. Хорошо. То есть сейчас у вас достаточно разума для того, чтобы решать задачи своего уровня. Вам сейчас не нужно решать задачи Брахмы или Ямараджа. Не надо. Если вы станете Брахмой или Ямараджем, тогда будет их задача. У вас сейчас простые задачи. Ну не знаю. Вам не нужно решать задачи вселенского масштаба. Нет такой задачи сейчас. То есть все-таки как-то хотелось бы понять бесконечность? Понять бесконечность в конечном уме вы не можете. Если вы откроете вторую песню Шмад Бхагава, там даже полубоги до конца не понимают, как устроен космос. Тут наши бхаты пытаются разобраться со всеми. Даже полубоги до конца не понимают. Поэтому, кажется, расслабьтесь в хорошем смысле слова. То есть мы поняли основную схему, принципиальную схему. Принципиальную схему, понятно. Моральная вселенная, наверху живут наиболее чистые существа, внизу живут греховные. Те, кто посередине, те посередине. Существует процесс возвышения, существует процесс деградации. Вот это принципиальная схема космоса. Понимаете? А знать там, что там где, все эти мандалы, кто в какой вашей живет, что там, какими ниточками, там, этот гру волока связан со всеми планетами, все эти гуна правахи. Ну, я говорю, полубоги до конца этого не понимают. А то вы хотите это понять. Вон там лучшие умы сидят, думают, как там этот ведический планетарий устроить. Понимаете? Бог им в помощь, как говорится. Это сложно. Вот какая-то общая принципиальная схема есть. А детали, это называется очиньте шакти, непостижимая энергия. То есть вот те веды, которые нам доступны здесь на Земле, они нам все же дают главное знание о Кришне. То есть нет такого знания о Кришне, которое нам недоступно. Основного такого как бы, то есть вот важного, да? Нет ничего такого. Все, что важно, это сейчас понять, что мы от Него зависимы. И не в Его, а в наших интересах Ему служить, потому что в связи с Ним наша жизнь приобретает смысл. Этого достаточно. Плюс процесс описан. Ладно, поскольку Бог бесконечен, то по мере того, как мы будем развиваться, какие-то все новые и новые грани Его Личности будут открываться. То есть в этом смысл, что мы не играем в слепую. У нас есть понимание какое-то, да? Мы не просто какие-то слепые, верующие в то, что потом, когда-то нам что-то станет лучше, да? То есть практика преданного служения, она сейчас делает человека счастливым. На самом деле, если человек правильно практикует садхану, то есть бхакти, преданное служение, оно проходит три этапа. Садхана бхакти, бхава и према. И правильная садхана, она дает два симптома. Это клеша гни и шубхада. Клеша гни означает освобождение от страданий, шубхада означает развитие себя благоприятных качеств. То есть, если человек правильно практикует садхану, пункт первый, он избавляет от страданий, пункт второй, у него развиваются все хорошие качества. Это только садхана, всего лишь начальный этап, понимаете? Всего лишь начальный этап. Бхава и према – это уже совсем другое, понимаете? Поэтому мы не играем слепую, можем почувствовать плоды духовной практики уже сейчас. По мере нашего развития сознания, бхава и према, там уже открываются какие-то вещи, о которых мы сейчас только теоретически что-то читали и слышали, но они еще пока не являются предметом нашего опыта. По мере нашего возвышения это становится нашим опытом. И там Кришна открывается еще, еще и еще. Сейчас для нас просто общая теория, что есть Бог, что-то мы слышим про его лилы, но это не наш опыт пока, это просто общее сведение, рекламные информации. Если вы поедете туда-то, туда-то, вы увидите то-то, 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 как, знаете, рекламные фирмы, рекламный буклет вам дали, какие-то маленькие такие картинки, что вот такие красоты вы увидите, то-то, то-то, понимаете? Но эти рекламные буклеты – это просто бумажка такая, общее представление. Когда вы попадаете, все окажется, ну, интересно на самом деле. Точно так же сейчас пока у нас эти вот высшие сферы духовной жизни, они в форме такого некого, некой такой общей рекламной информации. Галлока Вариндавана, там, Игры Радхи Кришны, то-то, сё. То есть, но мы, это не наш опыт пока, понимаете? То есть, это высшее знание, но которое мы пока не можем понять? Мы не можем, это то же самое, как, простите, ну, маленькому ребенку, который не достиг половой зрелости, объяснять, что там дядя и тетя делают, понимаете? Он ребенок не понимает, у него нет этой половой зрелости. Когда он созреет, и у него пробудится вот это вот, так сказать, это сексуальное чувство, он поймет, что к чему, понимаете? А пока маленький ребенок, он не понимает, что это такое, чем они там занимаются. Представьте, пока духовной зрелости нет, есть только теоретические представления о том, что что-то там такое происходит. Последний вопрос, уже полдесят. Вот мы хотели задать вопрос о проповеди Европы. Спроси? Спроси. Раз мы хотели, тогда спроси. Ну, если все поддерживают, может такого-то есть, тоже какой-то очень важный вопрос? Ну, то есть, да, то есть, в принципе, вы также путешествовали, видели, вот, наиболее эффективная проповедь для Европы и для, может быть, привлечения новых людей, ну, как бы, заинтересовать, да, новых людей в Европе. Что наиболее эффективно может быть? Собственные примеры или какие-то проекты или еще какие-то совместные деятельности? Любые проекты духовные, они все действуют на духовные энергии. То есть, с чего все началось? Что Прабхата хотел храмы, хотел книги, хотел распространения, хотел харинамы, хотел проповеднические программы. Он все этого хотел. Он дал ученикам знания, понимания, опыт, вдохновения, благословения. И вот оно пошло, поехало, так сказать. Вот, то есть, любые духовные проекты действуют на, развиваются на духовной энергии. Духовная энергия начинается с энтузиазма. То есть, допустим, можно приехать в какой-то храм и почувствовать, что здесь идет. Поддержание того, что есть, или развитие, так сказать, каких-то новых горизонтов. То есть, люди, которые, допустим, просто довольны тем, что есть в них какой-то маленький, знаете, это самый, как его помню, в советские времена, далекие, была такая передача смешная по телевизору, она называлась «Кабачок, тринадцать стульев». Вот, не знаю, в том числе, может быть. Короче, там одни и те же персонажи, которые уже знают друг друга, вот, не знаю, по всей подноготной и так далее, и вот они там постоянно, у них вот какое-то такое, знаете, какое-то тихое болотце, и вот они там вот все в своем кругу такой. То есть, и бывает, что приезжают какие-то ядры, там тоже такой, знаете, «Кабачок, тринадцать стульев». То есть, там такая небольшая группка, вот, и они в своем собственном сырку варятся, варятся, и ничего нового не происходит. Никаких новых, так сказать, программ по расширению, по обновлению новой крови, приучения новых людей, там какого-то образования этого не существует, понимаете. Вот, есть такие ядры, которые в таком вот режиме еле-еле выживания, что называется. А там, где находятся какие-то, ну, люди так более-менее вдохновленные, как и стратегические мыслящие, вот, они говорят, что, ну, то, что есть хорошо, ну, можно больше, допустим. И, поскольку они хотят чего-то большего, то Кришна дает им какие-то плодотворные идеи. Вот, и энтузиазм этих людей, он пробуждает в других людях энтузиазм. Мы думаем, что сознание Кришны – это просто вот, вот нас тут 15-20 человек, и мы с года вот встречаемся и знаем друг друга полностью, все обо всем, да, и все, это наш такой, знаете, закрытый орден, что называется, вот. И ничего нового нам не надо, потому что новое все беспокойство. А есть люди, которые более смело мыслят, вот, и проводят какие-то разные программы, используя всевозможные разные средства, то, что, фестивали, какие-то разные, так сказать, лекции по разным тематикам, которые могли бы привлечь разные группы людей, там, у кого-то йога, у кого-то кулинария, какая-то психология, астрология, что хотите вообще, так сказать, кто что. Вот, то есть, но смысл не в том, чтобы люди на уровне этих материальных интересов оставались, а в том, чтобы независимо от того, через какую тему они заинтересовались, чтобы дальше им, так сказать, все-таки довести до Кришны, вот, так сказать. Вот, и тогда жизнь начинает меняться, вот. Многие современные, ну, преданные, ругают эти всякие разные программы косвенной проповеди по одной простой причине, что люди многие застревают во всей этой материальной обусловленности и до Кришны не доходят, вот. Действительно, это не совсем верно. Верно, это когда какие-то разные косвенные темы могут быть своего рода, так сказать, ну, приманкой, просто и, ну, как у людей интересов, у людей материалистичных, естественно, материальные интересы. Но все сферы в действительности, они связаны с Кришной. То есть, невозможно изучить аю-верду, не понимая Кришну, невозможно изучить астрологию, не понимая Кришну, невозможно изучить ни одну какую-то науку прикладную иудическую, не понимая Кришну. Это поседанные Кришной, понимаете. Поэтому, скажем так, стратегически мыслящие люди преданные, Они смотрят на ситуацию, смотрят на возможности и делают какие-то такие посильные шаги. Не обязательно какой-то гигантизм, это какие-то посильные шаги начинающие. Потому что любое большое дело начинается с маленького дела. То есть, допустим, в этом году я попал в исторический храм, 26-й дом на 2-й авеню в Нью-Йорке. Известно, с чего началось всё, собственно говоря, магазин «Бессонные дары». То есть, это клетушка такая размером с эту комнату, понимаете? Вот из этого места, так сказать, на одношумной очень улице, из этого места всё это пошло, искон стало развиваться. То есть, стратегический мыслящий человек, допустим, Шида Прабхупада, он из этого семени, из этого послания построил всемирную организацию. У нас, может быть, нет такого масштаба, но принцип тот же самый. То нет такого места, где невозможно было бы потеснить материальную энергию, раздвинуть её при помощи духовной энергии. То есть, всё упирается только в наш энтузиазм, наше понимание. То есть, не нужно, как говорится, выпрыгивать из штанов, можно действовать в рамках своих, как говорится, возможностей. Но если мы начинаем думать на эту тему, хотим чего-то такого, дать людям больше духовной энергии, то Кришна – это с возможностями, понимаете? То есть, он реагирует на мысли и желания тех людей, которые хотят этого. В целом, конечно, искон в Европе на данном этапе выглядит слабовато. Ну, кроме таких стран, как Англия, где традиционно всё это сильно. Потому что там у них много, так сказать, таких вот преданных индусов, там много, так сказать, есть такие хорошие храмы с сильными традициями. Там есть Бхактиведанта Мэннар – это такая мощная площадка, мощное поле деятельности. Традиционно там как-то сильна эта тема. В других местах как-то слабее, конечно, значительно. Во многом я вижу, что тут русскоязычные люди в Европе, они двигают эскон сейчас. В той же, допустим, Германии, в других странах. Кроме русскоязычных вот таких вот людей, там почти всё остальное. Ну, там низ, конечно, там тоже зачина на сами прополюции. Ну, так как бы мало всё это. Поэтому у меня такое ощущение, что иммиграция из СНГ в Европу, она кроме материальных причин ещё имеет, наверное, некоторые духовные причины. Кришна тоже, так сказать, делает ставки. Они приехали, уехали сюда, может, по каким-то своим материальным причинам, но Кришна этим не примнёт воспользоваться, можете не сомневаться. Поэтому на вас всех тоже есть определённые, так сказать, определённые у Кришны виды, ставки. Поэтому вопрос только в том, хотим ли мы в этом участвовать. Если мы хотим в этом участвовать, то можете не сомневаться, Кришна даст возможность. Он через любого может действовать. Ну, вот, хотя бы понять, как бы... Потом уже мы всё... Обо всём узнаем, что нам нужно будет сделать и в какой форме. Вот, ну, хотя бы вот сейчас, чтобы иметь какую-то идею. Мне всё хочется чего-то понять, что там за пределами возможности находятся. Но, то есть, допустим, вот я вижу реальность, в которой мы находимся, что люди, они просто не верят в Бога никак вообще. Потому что у них определённая история была, и им внушили вот, как бы, такие вот чувства, как бы, по отношению к религии, к Богу. То есть, они всё это отвергают. Не нужно путать религию с Богом, что ни одно, ни то же. Но для них это всё равно, то есть, как бы, они ничего не хотят. А, если им всё равно, если не хотят, не нужно им ничего предлагать. Что? Зачем, как говорится, можно подвести лошадь к водопойню, можно заставить кипит. Да, вот поэтому этот вопрос... Поэтому нужно взаимодействовать с теми людьми, которые ещё живы духовно, в которых ещё теплится, да, какое-то, да, у меня уже знаки условные показывают, что пора заканчивать, да. Вот, то есть, проповедовать нужно тем людям, которые проляют какой-то интерес. Вот и всё. Маломатик. 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 А? Да. Вот с ними нужно взаимодействовать. Все остальные, Господи, идут путём кармы, что вы с ними можете. Не тратьте время на тех, кто не проляет интересы. Действуйте с теми, кто проляет интересы. Постепенно, как бы, это поле будет расширяться. Всё, на этом мы закончим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.